Кинологи Подписи потекло, так оно и есть Отлично Не избавимся от этого слова Отпочекло? Да Главное, чтобы в эфире Просто забавно, что мы течем Несколько чаще, чем положено Но стабильно Да Не будем развивать эту мысль Учитывая, что мы тут обсуждали За несколько минут до старта Да В общем Снова кинологи Как и каждые две недели Обсуждаем актуальные новинки Неактуальные новинки И обсуждаем два фильма Сегодня у нас это Pink Floyd The Wall Который, ох ты ж, ё-моё И Психо Которая, ну типа А почему Хичко, гений? Вот И с самого начала Пока все Или подождем Или чуть позже Не, подожди, подожди, подожди Ну куда ты торопишься так? Когда все соберутся У нас есть просто анонс такой Не то, чтобы Что это царское Но анонс есть Его нужно торжественно С пафосом подать Ему вот я думаю Когда Да Сейчас я, кстати, пока что Кину Кину Какой-нибудь анонс Себе на сцену А я пока скажу Было понятно Сразу Мы просто не успели выговориться Но мы знали Это всегда Да И вот цифры подтверждают Наши опасения Да Да Да, конечно же Так, сейчас Как только у меня появится Первая информация О количестве зрителей Я надеюсь, что она появится Да, у меня тоже пока что У меня 315 У меня 315 Это больше, чем ноль Но это недостаточно Я думаю, можно на самом деле Пустить заставку И первый, например, фильм Обсудить А потом сделать анонс Ну, можно Почему бы Давай тогда Начнем с фильма Давай Давай тогда начнем с фильма Давай Давай сперва начнем с ролика К нашему Ну С новому Господи Сходили в кино Итак Что ж Итак Сходили в кино Я предлагаю начать с того Чтобы я быстренько выговорился А потом от души побеседуем Или наоборот Сначала Да, давай так Но мне кажется Ты можешь тупо ссылку на видео дать И все Ну, может быть Но, в общем, что Сходил я на время первых И, блин Я всем Дико советую Ломануться На время первых В кино Потому что В кои-то веки Сделали нормальное Хорошее Русский Блокбастер Которому Ну, типа Не хочется придираться То есть Смотришь ты экипаж И такой Ну, первая часть Мелодраматичная Ну, Козловский Какой-то Сильно такой Обаятельный Ну, что-то Немножко не то Но, в принципе Спецэффектики Такие сойдут Но забавно Интересно Смотришь Викинга Такой Ну, масштабно Значит Какое-то говно С середины начинается Нихера не понятно Плюс Православие Потекло Короче И никуда не годится Вот Время первых Ты приходишь Возможно Первая часть Вам покажется Как в экипаже Немножко занудной Но, возможно И нет Это просто Отличный Отличный Очень крутой Красивый Масштабный Байопик Про выход В космос Это прям Крутое кино В том смысле Что вам показывают Всю историческую эпоху Очень красиво Воссоздано Значит Советский Союз Все дела Холодная война За которую Все Люди Которые работают На износ Какие-то Изматывающие Тренировки Все Выход в космос Но Не то чтобы Прям На уровне Гравитации Но Достаточно Красиво Сделано И плюс Самое крутое Что Динамика сюжета Прям такая Они вроде Справились с одной Херней Другая вылезла С одной Херней справились Другая вылезла И вот Как бы Я с утра Сидел такой Думаю В 9 утра 2,5 часа Я ж Охренею Ни разу не моргнул Даже спать не захотел Очень крутое кино Всем советую Прям вот Не ссыти Дорогие Это вам всем Должно понравиться Вася как-то заикался Про аккорнизацию И вот вам На гаммерс 2 Даркнес рисинг Геймерс 2 Даркнес Что это такое Доркнес Это Доркнес 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 Это видимо Какой-то Я знаю Что есть фильмы Про ДНД Такие Очень плохие Они хуже всего Что мы разбирали Как минимум По качеству картинки Блин А именно вторую часть Ну Видимо да Они там какие-то Я думаю Макс там Судя по названию Там первая Вообще кошмар То есть я смотрел Кусочек третий И мне было больно Очевидно Что третий Это еще развитие Какое-то Получил фильм Ну короче Вторая часть Если я правильно Нагуглил То это Игроки 2 Маразм крепчал Ну Может быть Может быть Так что Крепчающий маразм Мы вставляем сюда Димон У меня сразу Ух Вчера приобрел Крайне атмосферную Бианчопи Позволяющую нам Стать копом В Нью-Йорке Восьмидесятых годов Геймплей На же она Похожа на не менее Изумительную Паперс Пляси Так вот К чему это я Ах да На полицейскую академию Спасибо Спасибо Знаешь когда он Грек Паперс Я вспоминаю Короче моего Одноклассника Который Говорил Короче Крокодилис И так далее Как это по-английски Надо было прочитать Понятно Изи Изи Солод Вопрос Да А да Мой вопрос Тебе А тоже Благодаря неграм Полетели в космос Не 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 Этого на самом деле Нету Но Есть другая проблема Как бы Фильм Он типа Рассчитан на Самую широкую аудиторию И там вот Такие нотки Вот этого Тупого Примитивного Патриотизма Они есть И там как бы Есть вот такая Ну не очень много Но есть волна Что Да мы Значит Живем в кандалах И знаете Что будет Если с нас Кандалы снять Разобьемся Нахер Ничего не сможем Мы должны жить В кандалах И в них То есть там Прям такая Вообще Иногда странь Начинается Вот прям На медведя Садись И лези Прям на нем В космос Но Но этого Не очень много И это не так Раздражающе Сделано Как в том же Викинге Например Скажи Вот после просмотра В тебе Просыпается Ты Десятилетний Десятилетний Ты Который хотел Быть стать Космонавтом И Влететь в космос Да Однозначно Там еще Очень круто Так показано Огромный Контраст Со всеми Голливудскими Фильмами Про космос Потому что Вот реально Очень Очень здорово Передано Ощущение Что их В консервной Банке Закинули Короче Они Порвался Гаечным Тебя Ну нахер Идет Сразу Это именно Бекмамбетовское кино Там видно даже По спецэффектам Что это его кино Вот И ты смотришь Короче Бекмамбетов приехал Что-то в Уфу Там На Сахалин В Новосибирск Именно вот Сам ездил В кинотеатрах По местному телевидению Представлял То есть как бы Не вкладывая денег А вот именно Свои силы И свои ресурсы Как бы личные Такие Молодец Он старался Сделал все что мог Ну вот в этом Да и проблема Потому что Викинг Его Эрнст раскручивал Лично И как бы У Эрнста Там есть вообще Такое Он фильм посмотрит Если ему понравилось То все То есть 28 панфиловцев Ему показали Ему понравилось Он говорит Все мы вам Обеспечиваем поддержку Время первых Я вот не знаю Там возможно Какой-то конфликт Интересов Возможно С Бекмамбетовым Какие-то терки Потому что типа Блин Враг В Америке снимал Или что-то типа того Я конечно утрирую Но мне кажется В этом проблема Но мы рекомендуем Да Со всей силой Вообще Очень круто Вот Ну еще 628 человек Пришло к нам 13 минут мы отэфирили И я думаю Время сказать Га Время я думаю Сказать Сейчас я нажму Волшебную кнопочку В вашей ленте новостей Это уже появилось И сейчас Это закинется В чатик В большом количестве Чтобы никто не пропустил Мы решили Что А почему бы Не выйти На Патреон С кинологами Что такое Патреон В общем Патреон Это Система Которая позволяет Вам стать Продюсерами Этого шоу На ежемесячной основе За какие-то Символические деньги Причем Деньги Не какие вы хотите А только те Которые мы установили И мы установили Ну очень Все это дело Скромно Максимум Три бакса У нас можно Вложить В нашу Ленту Патреоновскую Что это такое Это Такая Грубо говоря Лента Она может быть В приложении В телефоне Она может быть На сайте Смотреться Вами За Некий Условный Входной Один бакс Который Господи Ну один бакс Месяц Это же как Метро в Москве Ну чуть-чуть Больше Вы получаете Ленту Новостей Которую мы будем Прям сидеть И разрабатывать То есть Это Всякие Наши пометки Про фильмы Про те Которые в кино Идут Прям на выходе Из кинотеатра Мы будем туда Что-то строчить Про то Что мы сериалы Смотрим Какие-то Вне Кинологов Не обсуждаем Про то Кино Старое Которое Посмотрели Мемчики Вот например Вася может рассказать Про фильм Про туалет Индийский Мы обсуждали Перед эфиром Как раз Вот И Вот Эта лента Как раз Мы ее делаем В первую очередь Для того Чтобы Ну очень многие Говорили Что как бы Тяжело бороться С шариками С главными продюсерами Нашего шоу И вот как бы Для того чтобы все могли Как-то почувствовать себя Частью комьюнити Мы завели вот Такую Ленту На патреон Это за Первый Входной Бакс Второй Бакс Это Спойлер Зоун Которая Начнет действовать Я думаю Уже после этого эфира В кинологах Мы обсуждаем Свежее кино Но Мы ничего не спойлерим И вот Если вы подпишетесь На нас в патреон Там мы будем обсуждать Свежие фильмы Со спойлерами Вовсю ширь Ну то есть Возможно Это не будет Суперподробный анализ Как с домашнего задания Но тем не менее Мы будем гораздо больше Говорить И гораздо детальнее Делиться всеми впечатлениями И Третий бакс Который Активируется Несколько позже Это Дополнительный Выпуск кинологов В месяц Который будет доступен Исключительно Для подписчиков На патреон И В котором Мы сами будем Выбирать какой-то фильм Абсолютно рандомный Не из списка И Сами его обсуждать Просто вот По личным предпочтениям Собственно Сейчас Мы вам Всех приглашаем Пойти И подписаться На нас И если эта затея Выгорит И мы получим Какой-то действительно Активный фидбэк И активное сообщество То Мы будем Эту тему развивать Со всей силы Будем добавлять Туда чатики В дискорде В которых мы все Сможем общаться И вместе с вами В том числе Будем добавлять Какие-то подкасты Дополнительные И что-то еще И в общем Раскручивать Эту историю Вот Вроде бы сказал Все Ничего же не забыл Ну Если будут вопросы То пишите их В чатик Да Я в чатик пока болтал Не смотрел Вроде бы Вы там будете В текстовом формате Обсуждать Спойлер Зоун будет Подкастом отдельным Наши какие-то Просто Месседжи Будут туда Вбрасываться В ленту Просто месседжами И так далее А фильм будет Надо будет Прописать Да Да Как бы То есть Там еще такой момент Что мы пока Сами не разобрались Как-то все работает И будем еще на ходу Все это дело осваивать Вот Да Еще Повкидываю Ссылку На всякий случай Да И вроде бы Все С анонсом И вот теперь Можно перейти К нашему К нашей главной премьере Да Каза Которая уже Давно отгремела Протухла Да Ну Как протухла Ну Не Ну смотри Ghost in the Shell Его очень многие Называли Pork in the Shell Из-за Фигуры Джо Хансона Йохансона И Как бы Ну вот Pork Это свинина Pork in the Shell Звучит как-то странно Да Там Свинина в доспехах Свинина Я не знаю В оболочке Это свинина в панировке И вот Ну она уже Немножко Да Немножко Начинает тухнуть Окей Давайте Я уже высказался Ваша Я уже высказался И типа мне Да только остается Высказаться По этому поводу Да Ну Я Сходил в кино В первый же день Когда только оно Начало стартовать Сходил в IMAX Потому что Ну Камон Оно в трейлерах Выглядело так Что прям говорило Что это должен идти В IMAX И Наверное Основное Что эта Экранизация Привносит Это Визуальное Разнообразие Которое Было не таким Обильным В анимехе В основной А здесь Прям Ну Мне кажется Должны номинировать За этот Как его Продакшн дизайн Просто Да-да Должны Обязательно Оскар Потому что Картинка Просто Какая-то Насыщенная Яркая Она Очень Очень Футуристичная То есть Если В анимехе Оно оказалось Все равно Каким-то Приземленным В основном То здесь Прям Ну Совсем Будущее Такой Бегущий По лезвию Только Нашего Времени Уже Не того Когда Ридли Скотт Его только Снял Потому что Тогда же Это было Тоже Ого-го себе Вот Что Когда это было Охеретней встать И многие Сказали Что Голстен Душел Анимеха Типа Вдохновлялась Бегущим По лезвию Именно С визуальной Точки Зрения И вот Теперь Как бы Она Продолжает Это Вдохновение Круг замкнулся Потому что Скоро выйдет Еще Другой Бегущий По лезвию Бегущий По лезвию Который Правда Вряд ли Будет Вдохновляться Этой Анимехой Но Тем не менее Что же В уже Знакомых Нам Сценах Попытались Разыграть Другую историю То есть Используя Те же самые Уже Подготовленные Сцены Сцены Когда Майор Врывается В небоскреб Сцена Погони И затем Драки В воде Финальная Сцена Битва С этим Пауком То есть Сцены Знакомые Но Рассказывают Абсолютно Другую Историю Абсолютно С другой Тематикой И приходят К абсолютно Иному Выводу В конце Как мы С Димоном Обсуждали До этого В чатике Приходят К очень Аккуратному Такому Завершению Чтобы Рядовой Зритель Не готовый К срыву Каких-то Своих Моральных Устоев Вышел Из кинотеатра В принципе Довольный Потому что Ну как бы Все мы привыкли Что Типа Оставаться Человеком Это важно Несмотря ни на что Главное Это Быть Самим Собой И так далее А аниме Оригинальная Манга Она как раз Про другое Что же такое У меня Вебка-то Ломается Я не понимаю Она-то была Про другое Она как раз Наоборот Типа А может быть Это наше Дальнейшее Развитие Объединение Там да С искусственным Интеллектом Здесь же Во-первых Нет никакого Искусственного Интеллекта Здесь интеллект Абсолютно Себе обычный И В конце Как раз Нас подводят К довольно Такой Привычной Для подобных Фильмов Голливудских Теме Что Главное Вот быть Человеком Главное Оставаться Самим собой И И все Хорошо И тогда Рядовой Зритель Выйдет Из кино И такой Ну да Я к этому Привык И мне Показали В принципе Те же самые Выводы К которым Я был Привык К которым Шел На тот же Двухсотлетний Человек Который Хотел Стать Человеком Из робота К чему К чему К чему Шел Я Робот И все На свете То есть Ну Сделали Очень аккуратно Вот это Очень лайтово Что Действительно Тех Кто любит И мангу И первоисточник Сильно Задело Но Я посмотрел На это Просто Как на Попытку В известном Уже сеттинге Рассказать Похожую историю Но немного Другую И Очень красивую Пускай Более Такую Туповатенькую Менее Глубокую Но Я посмотрел В кино И вышел Вполне Довольным Я посмотрел Красивый фильм С Хорошо поставленными Такими Сделанными Сценами В нем С неким Таким Развитием Знаешь Что-то О погружении В кибер Пространство Особенно Когда она Взламывает Мозг Гейшей И погружается Ее начинают Хакать И вот эти Кучи рук Ее затаскивают Это прям Очень круто Уже все Так и в коробке На 7 финчеров Спасибо Литров Самый правильный Донат Да Спасибо Да тихо Сейчас это Заспойлерят же Кто Пермит Неплохо А что у тебя Сетевой кабель Он же обычно С такой Херни Слушай Эта херня Отлетает Первая Вообще Эхо Эхо Извини Извини Это херня Ты прям орать На меня начал Такой просто Эта херня Это первая Что отлетает Вообще И вебка По прежнему Лагает Да что ж такое Ну ладно Будем как-то так Сегодня вести Бывает такое Раз в месяц Мы по-моему С Леней Когда-то Резидент Стримили Такая же параша Была Ну ладно На чем я там Остановился Врать А мы вернулись А ты вернулся Ну я не знаю Я-то вернулся Стрим по идее Идет Потекло Все нормально Отлично Так остановился На том Что ты Ты Димон Спросил Васян Ты все Ну да И видать Хотел добавить Что-то Ну добавь Давай Не Собственно Все на самом деле У фильма В этом смысле Действительно хорошо Я с Вася Абсолютно согласен Проблема Главная фильма В том Что он держит Меня за дебила Вот прям Вот реально Он выкидывает Все абсолютно Хорошего и умного Что было В Призраке-доспехах И оставляет Ну Рыбакопа Такого Очень правильное сравнение В части Кто-то писал Прям Рыбакоповский Такой сюжет И как бы Ну Не того мы ждали Еще у меня Такая претензия Ну не претензия Но Арт-дизайн Сделан потрясающе Очень круто Все с арт-дизайном Проблема в том Что Постановка Драк Например Она не так хороша Как могла бы быть Она просто Вот есть На мой взгляд Там нет Какого-то Супер Похренительного Экшона Прям Там просто Есть визуальные Решения Интересные Неожиданные Технологические Какие-то решения Крутые Но вот Экшона Мне не хватило Такого стильного Крутого Ну тут Согласен Но картинка Мне что еще Понравилось Мало того Что сам дизайн Клевый Тут цветокоррекция Не марвеловская Здесь нормальный Черный цвет Здесь прям Сочно Все В iMAX Вообще Наверное Должно быть Охерительно Но Я не пошел В iMAX Я пошел В ближайший Кинотеатр Там большой зал В принципе И блин Я сидел Один Я пошел На дневной сеанс Потому что Он был первым Вообще Доступным Обычно Премьера В четверг Вечером Но тут Почему-то И днем Был сеанс Два часа Короче Чехи Не ходят В кино В два часа Я сидел Мать его Один В зале Я не знаю Там мест 200 250 Я сидел Один И блин Это на самом деле Немножко Криповое Это ну Как-то не по себе Как-то ты реально Один сидишь В зале Ни разу Так не попадал Ну вот У меня У меня пару раз Такое было И вот Призрак в доспехах Это как бы Немножко Объясняю Я не говорю Что Чехия Это показатель В плане сборов Но в целом Сборы херовые И вот Я это почувствовал Пустым залом Согласен абсолютно Что держат за дебила Первый же диалог Меня просто Я фейспалмал Просто вот С первого же диалога Первые же слова Которые слетают Отсут героев Потому что Женщина-доктор Говорит Смотри Перед тобой Идеальный солдат Который выполняет Любой приказ Мужик такой Ну клево Как типа Оклемается Пойдет служить В девятый отдел И доктор такой Не, не надо с ней так И просто Я вот в этот момент Уже проломил Ладошкой Ну как так Ну зачем Почему Меня последний момент Проломил Когда она стоит В итоге На небоскребе И такая Говорит Что-то там Затирает Короче Про добродетель Про все такое Про прощение И так далее Я такой Ты же только что Сама сказала Убить кое-кого Буквально за сцену До этого Какая добродетель Какое прощение О чем ты вообще Женщина Есть такие проблемы И ребята Если вы хотите Чтобы мы вот Прям Совсем Со спойлерами Сказали кого она убила Да То для этого Мы вот и придумали Патреон Которым За 2 бакса Будет спойлер зон То есть 2 бакса вместе Кинолога Я увидел 2 вопроса Первый Что такое Патреон Я по-моему Действительно Не сказал Патреон Это кикстартер Для регулярных Передач То есть Если Мы выбрали Такую подписку Что раз в месяц У вас будет Сниматься Некоторая сумма Которую вы выберете Нам пожертвовать И вот И второй вопрос Заплативший в мае Увидит прошлые выпуски Допустим за апрель Да Там контент Открывается полностью Это короче PS Plus Это PS Plus Да Неплохо Хорошее сравнение Со своей лентой Там с приколюшками С какими-то С ништячками И в общем Да Ну и последнее По призраку В доспехах Он очень нагло Копирует сцены Из анимехи Но просирает Половину символизма При том Что он в принципе Его вписывает Да Это просто бардак Открытие танка Я прям блевал Ну то есть Настолько просрать Главный эпизод фильма Это надо постараться Вообще Я больше Ну не то что Блевал Но как-то Понимаете Вот там Интерлюдия Которая в середине Анимехи была Когда там По городу Город нам показывали Вот там было понятно К чему там Пролетает самолет И его отражение Да Вот здесь Пролетающий самолет Все вроде то же самое Но оно так не работает Потому что Нету вот этого Подведения К главной проблеме Это человек Не человек В общем Другие акценты Сделали более попсово И мне многие сказали Твои ожидания Твои проблемы Но я считаю Идите-ка вы нахер Вы берете культовое произведение Пожалуйста Сделайте из него Тоже что-нибудь достойное А сделали Проходняк Да Прям проходняк Вот пишут нам Что в фильме Не было Сановое СПГС Из аниме Вот это жирный плюс Уходи Да Реально уходи Ну или я рад за тебя В таком случае Что тебе понравилось Вот Ну и конечно Pork in the shell Это прям катастрофа Актерские работы В фильме Это Ну Некоторый Бардак Йоханссон Просто ужасно На мой взгляд Потому что Там Очевидно Что это как бы Не ее затык Потому что Она-то в принципе Нормальная Это какая-то Режиссерская задача Странная Но она ходит Как вот такой вот Робот Короче иногда Находит как будто У нее вот Что-то вчера вечером Было с ее Ну страстный секс Нетрадиционный Видимо сказали Сыграя робота Она такая Ну как Короче Как в Терминаторе Во втором Вот бегал этот Житкий Терминатор Тысяча Вот так же Тома Круза Вот она Вот такая история Да Ну короче Очень плохо Но зато Я не знаю Мне очень понравился Бато Вот он прям Вообще правил Вот бата В точку И в принципе Такеш Кедано Тоже прям так Нормально Вписывался В окружение Единственное Что меня немного Вот как-то задевало Что все с ним По-английски говорят А он по-японски отвечает И как бы все Друг друга понимают Ну вот Ну я-то Я как списал Это как фичу Такую клевую Мне наоборот У них переводчик Там какой-то Встроенный Или как Нет Они просто Наверное Знают японский Меня больше Выбесило То что Сука Чехи Тупые Чехи Сеанс На английском И написаны Субтитры Ну Субтитры Чешские Вот и они Японца По-чешски Переводили А ты сиди И как бы Вот Как хочешь Так и понимай Поэтому Ну Было прикольно Конечно Что Йоханссон Понимает Че там Китана Говорит Но я Нихера Не втыкал Я только По ее Ответам Пытался Понять Че там Вообще К чему Но Выглядело Довольно Гармонично Меня просто Спрашивали Типа Народ Видать В дубляже Смотрел И в дубляже Японца Не передублировали Не передублировали Он по-японски С сабами Ага А все По-русски Да Все по-русски Ну Может Вот это Выглядело Несколько Ну Вот Димон Говорит Что Нормально Ну Да Мне Абсолютно Нормально То есть Это было Необычно На это Смотреть Но Мне Нравилось Это Было Интересно Я Не говорю Что это Претензия Моя Просто Немножко Первый Раз Странно Типа Че Все По-английски Он По-японски И всем Норм Но Потом Ладно Зато Он Колоритный Заставь Говорит По-английски И весь Колорит Так Пролетит Просто Понятно Да Что Как бы Это Нафиг Не Нужно И Последнее Что Хотел Сказать Блин Вылетело Что-то Из башки Но К чему-то Я еще Хотел Докопаться Еще А Сиськи Не Показывают Потому Что Фильм Для Детей Но Если Вы Хотите Посмотреть На Сиськи Йоханссон То Посмотрите Фильм Два Три Года Побудь В Моей Шкуре Побудь В Моей Шкуре Он Назывался И Как бы Лучше Бы Она Не Раздевалась По-моему Тоже Ну Ладно Это Все Такая История Нам Припоминают Что Марго Робби Должна Была Играть Главную Роль Но Марго Робби Сказала Идите Нахер Проект Что-то Не Очень Хайповый И Правильно Сделала Потому Что Фильм Не Окупается Ни Черта Он Очень Плохо Идет Прокат Ну Ты Прикинь Как бы Ты Был В Каком бы Ты Был В 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 Короче Фильм Прокатывается Очень Плохо И Вот Здесь Вопрос Почему Либо Потому Что Тема Киберпанка 90-х Не Заходит Либо Вот Моя Теория Заключается В том Что Основные Отзывы Самые Громкие Самые Значимые Делаются Все С реверансом В сторону Оригинального Аниме Печальная Беладонна 1973 Макс Дим Что-то Давно Не было Выпуск Да Может Стоит Сделать Выпуск По Призраку В Доспехах Может Может И Стоит Мы Задумаемся Над этим Мне кажется Мы Просрали Полмесяца Можете Окей Ну так или иначе Че я врал Забыл Уже Моя Теория Заключается В том Что Основное Мнение Выдают Те Кто Знают Оригинальное Аниме И Невозможно Не заметить Что Фильм Тупой По Сравнению С Аниме И Вот Здесь Все Сто процентов Зрители Видят Отзыв Фильм Тупой И такие Ну не Мне Не Подходит То есть Это Не мое Я не хочу Идти На Тупой Фильм То есть Реально Мне кажется Что Вся Аудитория На которую Делали Упрощение Нет Это Что Вот Если бы Эта аудитория Знала По сравнению С чем Он Тупой Они бы Сказали А нет Это Для меня Нормально Где Там Человек Который Написал Оно Наверное Нормально И нам Припоминают Что в Китае Японии Фильм Не прокатывали И это Может Изменить Ситуацию Может И даже Скорее всего Изменит Но Тут опять Очень Большая Большой Вопрос По поводу Японии Потому что Ну вот там Йоханссон Не очень Оценили Разве Мне казалось Они очень Любят Йоханссон Не Они Если бы Я знал Что Кинологи Выйдут На мою Днюху То Протащил бы На этот Ну а так Как никуда Она уже Не денется То на Полицейскую Академию Спасибо И снюхой Да Во-первых Снюхой Во-вторых Ты очень Недооцениваешь Возможности Других фильмов По поводу Йоханссон Я говорю Японцы Несколько Они может И ее любят Но Я видел Прям Гневные Комментарии По поводу Того Что Это все На хулоу Вот Например Такое Может Случиться Спасибо Дайте мне Договорить Народ Не шибко Оценил Что Вообще Не Японка В главной Роли Ну да Это Whitewashing Это очень Большая Проблема На самом деле Это прям Название Есть Когда Обеляют Значит Актеров Персонажей Которые Не так Должны Выглядеть Хотя Последнее Время Мне кажется Блэкмэшинг Какой-то Да Как бы Обеление Это не самое страшное Да Потому что Когда китайцы Играет Ну Европе Это все равно Лучше Чем Когда Роланда Играет Негр Ну В каком смысле Несмотря на то Что может Он сыграет И хорошо Хотя Я видел Какой-то Трейлер Темной башни С полуслитой И что-то Он там Вообще Немного Опоздал У всех На призраке Не было Несколько сцен Которые Были В трейлере Не было Да Кстати Шлюши Эпизод Вырезали Там Покоцали Как могли Вообще Я расстроился Я надеюсь Он в каких-нибудь Экстрас Будет Там А я Кстати Не расстроился Потому что Баба страшная Но Тоже Справедливо Тоже Справедливо Так что Может Тебя поправляют Что Японцы Как раз Оценили Йоханссон А Вот С Бато Такое мнение В чатике Высказывают Неоднократно Причем Ну Ладно Ну окей Я видел Срач Я видел Срач Но не суть Срач есть всегда Это да Блин Опять Я сбился Смысли Сука Что-то Что-то Ведь важное Важное Хотел сказать Ну Хрен с ним Давай Я Заполню Паузу Тем Что в Японии Только что Вышел Хардкор И Кодзима Похвалил Найшулера Вот так В твитере Но еще Б Кодзима Не похвалил Но В общем Да Такое кино Вы наверное Все уже сходили А мы уже Высказались А по поводу Вырезанных сцен Я просто Заметил Вообще Такую хрень До премьеры Фильма Вышла там Где-то В Китае Или Японии Пятиминутная Нарезка Ну там Типа Начало Фильма Да Я ее посмотрел Вот там был Очень странный Кадр Когда Йоханссон Она невидимая Потом становится Видимой И бежит по стене Кадр такой Сверху Вот почему-то В этой Именно В этих Пяти минутах У нее был Черный костюм Я еще думаю Блин Меня глючит Я отмотал назад Пересмотрел Нет Черный Я думаю Блин Это Как они Вообще Могли его Сделать Черным Он же Даже По-моему На съемках Был Белым А набежал Это как раз Это со съемок Да Все правильно Это реальный костюм Это не CG Так вот именно Как он может быть черным И зачем И зачем Да Это black washing Вот этот Black washing В фильме нормально В фильме он был белым И сверху тоже Но вот в этом кадре Я такой Че Это как Зачем Почему Но в общем Было такое Да Давай Ну в принципе Мы уже подытожили Давайте уже Двигаться дальше Да Ну что Переходим к основному Блюду Так сказать Конечно же Давай С чего мы начинаем Погоди секунд Начинаем мы Заставочки Домашнее задание Вот Че вам Сейчас я нажму Кнопку вправо И скажу Что у нас первое Время первых Нет The Wall У меня The Wall первое Серьезно Ты думаешь Может с психа Оно попроще Ну Ну давай с психа Давай с психа Давай с психа Давай Психа Расскажи пожалуйста Что у нас В топе Сейчас происходит Ничего не меняется Ну лидерские позиции Там Цельнометаллическая Оболочка За которую Вот Евген Уже не переживает Именинник Сегодняшний Город Зеро Но к нему Подкрадывается Хэллоуин Хэллоуин Да будет так Хорошо И я еще раз На всякий случай Напомню Вдруг кто-то подошел Друзья 22 человека Уже подписалось На нас В Патреон И они получат Горы 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 эксклюзивного контента Во всяком случае Мы так надеемся Это будет Лента От нас Специальных Ништяков Ютуб каналов Роликов Мнений Всего остального Прям такой Фит полноценный Это будет Спойлер зон Где мы Обсудим Призрака в доспехах Со спойлерами Вообще И это будет Отдельный выпуск Когда-то В будущем Когда условия Патреона Выполнятся В общем Да Если вы хотите Стать частью сообщества И получать Некие эксклюзивные Плюшки от нас То не обязательно Теперь пропихивать Кино в топ Можно сдойти С другой стороны И нам будет Катастрофически приятно Впоследствии В Патреоне Будет дискорд Эксклюзивный Будут всякие ништяки И еще что-нибудь Что мы придумаем Когда-то Питер Мулине Включил просто Вот сейчас Да-да-да-да Деревья в реальном времени Расти будут там И все такое Деревья Золото будет расти У нас Для наших Контентное золото Будет расти Но В общем Да И теперь Можно с чистой совестью Переходить Психо Да Переходим Психо Давайте сразу Вы смотрели его первый раз Или второй Или третий Первый Первый Отлично Потому что я смотрел Четвертый примерно И Мои впечатления Несколько не свежи Мне нужно Нужно кто-то Кто бы мне Объективно говорил Как там с ритмикой У фильма дела И вообще Да Я скажу про ритмику Да Да Так что Ну Давай Самое интересное Что фабула психа Она Супер такая Изи Пересказываемая Вообще И там даже париться Особо не надо То есть Главная героиня Под влиянием Аффекта Ворует большую кучу денег У своего босса Прячется в отеле Где ее грохает Мама Хозяина отеля Чего Ну что наверное Все знают Вот Легендарная сцена В душе происходит Потом На середине фильма Внезапно Действие переключается На других главных героев На детектива Детектива Тоже грохают В том же отеле Когда он почти Подобрался к разгадке И позвонил Сестре главной героине А потом Сестра главной героини С ее бывшим мужиком Бывшим Потому что Мертва уже Вот С ее вдовцом Или как его правильно назвать Приезжают И раскрывают Что оказывается Никакая мамка Никого не убивала У главного героя Раздвоение личности И он Играет Играл роль Сначала свое А потом мамы По очереди И на Большом Долгом Объяснении Что такое Раздвоение личности Фильм Собственно Заканчивается Нам показывают Финальный моноложик И идут титры Вот такая Нехитрая фабула Абсолютно И вот такое Культовое кино Будем разбираться Откуда что берется И почему Ну Давайте Действительно Разбираться Я правда Не знаю Я хотел Начать с того Что до этого Хичкок делал И так далее Но боюсь Что ты меня можешь Умыть там Некоторыми вещами Не в путь В путь Ну хорошо Вообще Да Психа Если я ничего не путаю И Хичкок В основном Снимал Всякие Шпионские Триллеры Ну Плюс Минус Там Ну там Да Но Как бы Скажем так Ужастиков Ну не ужастиков Таких Как это назвать Правильно Это же все таки Ну Триллер Триллер Сейчас я чекну На всякий случай Давай чекну Ну нет Нет Ты не прав Потому что до этого У него не было Таких хорроров С убийствами Ну вот хорроров Что знаю об этом Подчеркнул из фильма Хичкок С Энтони Хопкинсом Если ничего не путаю А да Да Где как раз Рассказывается Про то Как вот он После по моему Что там у него до этого На север через северо-запад Это был Да Вот после этого Он решил несколько Снять фильм В непривычном Для него В жанре И Скажем так В непривычном В принципе Показать этот жанр Для зрителя И как раз Вот этот фильм Хичкок Повествует о том Как тяжело Даваялась ему съемка Как там По моему Продюсеры были Вообще против подобного И как в итоге Фильм Оказал Офигенное влияние На аудиторию Которую Смотрела Со сцены в душе Люди Выбегали из зала Кого-то там Чуть ли не скорая увозила Потому что Потому что Люди такого Не видели до этого То есть Психа Надо когда смотришь Понимать Что для Многие вещи Которые здесь есть Были показаны Вообще впервые Да Чтоб вы понимали Чтоб вы понимали Насколько Это Вау И нифига себе И такого никогда Никто не делал В любопытных фактах На АМДБ Записано Что это Первый фильм В истории В котором В кадре Показали Смывающийся туалет То есть Вы представляете Что вот Настолько Обыденная вещь Стала Вот Любопытным фактом И причем Более того Эту сцену Хотел В фильме Видеть сценарист Хичкок сказал Ну если ты вот Впишешь ее В сценарий Я хочу видеть Чтоб вот эта сцена Была в тексте Впишешь Сделаем Не впишешь Не сделаем И тогда сценарист Заморочился И прописал Вот эту сцену Когда главная героиня Ведет подсчеты А потом смывает В туалет бумажки И одну Не смывает Потом То есть Вот настолько Надо понимать Что шок Контент Смывающийся туалет В кадре О боже Есть такое дело Действительно Вот Ну и Насчет сцены убийства Там По-моему Это в фильме Как раз было Может ты его Лучше помнишь Касательно От того Что Ни разу За эту сцену В кадре Нож не касается Тела Да Удара Не было По-моему День добрый Господа Поры продвигать Мрачных Очень хорош Вообще Один из самых Просранных Культовых Культовых Просранных Фильмов Ну и так далее И сочетание Все возможные Сочетания Вот Короче Но Но Плюс Абсолютный Шок-эффект Вызывала Смерть Главной Героини Потому что Это прям Игра престолов Такая Вау Типа Что Это Абсолютный Был разрыв Шаблона И Именно То есть Как это называется Там Неверный Герой Или Как там Называется Слушай Я не знаю Какое название У этого приема Есть Но Насрать На самом деле Есть В книге Это как бы Я не читал Но Хичкок Зацепился Очень сильно За книгу Именно она Его впечатлила И как раз Книги Все началось Нужно понимать Что замес Как бы Извини Я перебью Но тоже С книгой Просто очень Смешной Замес Был Да Хичкок Тихаря Купил права На Экранизацию Этой книги И Тратил Потратил Кучу денег На то Чтобы скупить Как можно больше Тиража Этой книги Чтобы никто Не знал Концовку Да Именно так То есть Концовка Реально настолько Шокирующая Была Что вы ее И то есть Чтобы вы понимали Реально Я не знаю Не буду Достоверно говорить Насколько Это был первый фильм Но действительно Ему пришлось В конце Вставлять Большой Медленный Эпизод Где Разжевывается Подробненько Как работает Раздвоение Личности Почему Это у него Одновременно Мама и он То есть Это настолько Неизученный Был момент Настолько Сич вообще Сейчас ты сидишь И такой Зачем это все Ну очевидно Понятно Что это был Он же Просто Вот этот эффект Знаешь Смотрели Обсуждали Эффект старого детектива Когда в конце Все садятся кругом И Эркюль Пуаро Или кто бы там ни был Там комиссар Катань Или еще кто Рассказывает Как все было Кто кого убил Что в итоге случилось Чтобы всем Стало все понятно И Да Вот это вот такая вот Нынче Нынче уже кажется Абсолютно необязательная Сцена Зачем Все понятно было Когда он Вот они его схватили Буква Когда он выскочил С ножом в облике Мамы Все Они схватили Все На этом было Заканчивать фильм По идее Но вот Но плюс-минус Да В целом Как бы да Но этот момент Он еще выглядит Немножко Ну как-то Не совсем Естественно Что ли Понятно Зачем его вставили Но реакция Там несколько странная Потому что Сестра Такая типа А что мою сестру убили Да убили И давай рассказывать Сестра там Ни в слезы Ничего Она даже не переживает Она сидит И так с интересом Слушает А что же Послужило Убийством Моей любимой Сестренки Вот это Как бы Ты начнешь плакать Пропустишь всю историю Надо Можно подождать Видимо Это просто Такие моменты Здесь были И они выглядят Немножко странно Еще один Это абсолютно Кинематографические условности Потому что Вот именно Потому что Хичкок Гениален Я это еще буду Рассказывать Именно тем Что он безупречно Чувствует Киноязык Он безупречно Чувствует Киноритм Он безупречно Понимает Где находится Фокус зрительского Внимания Как его контролировать И так далее И именно поэтому Хичкоку Как никому Вообще Можно использовать Любые Кинематографические Условности Именно потому что Фокус внимания Нужен был там Не Это я говорю Я понимаю Почему это сделано Зачем Оно работает Но просто Если ты чуть-чуть Задумаешься Отвлечешься Потому что Ну тебе не шибко Интересно Сейчас Разбираться В шизофрении Потому что Ты прекрасно Понимаешь Как это работает И вообще В фильме Нет интриги Для современного Зрителя Потому что Ну как бы Блин Мы это видели Тысячи раз Просто Слушай Но Я специально Спросил Мой психиатр Психиатр Не догадался Его Хичкок Да Хичкок Его очень Грамотно Сбил Парой вещей С И она не догадалась Меня не сбил Я увидел Вот в одном месте Поскольку я очень быстро Догадался Ну не знаю Мне легко было Прям вот легко Легко Я не знал вообще Как бы Ну целиком О чем там психа Поэтому просто догадался И что мне Опять же Не очень понравилась Сцена Когда Сестра И Ну этот любовник Они приходят К шерифу И начинают там Рассказывать Что произошло Они упоминают Мать И Жена шерифа Она такая Мать И все Ну в этом моменте Уже понятно Но они продолжают Диалог И она только в конце Этого диалога Говорит Да ладно Мамы не было И как бы Ну чисто Логически Ну как бы Сразу бы человек Сказал Мать Да нет у него матери Они это Додержали до конца Диалога Хотя об этом Заикнулись В начале этого диалога Ну как бы И это опять же Это выстраивание Той самой Охерительной кинематографии За что Хичкок велик Плюс На самом деле Там есть как раз В этом диалоге Фишенька Потому что Вместо Я вернулся И комнаты тоже Хау изверстия Спасибо Харат Да Харатс Огромное спасибо Я очень хочу Посмотреть фильм Комната С этим Как его Франко Джеймс Франко Потому что Он по-моему Еще не вышел Но его По-моему Встретили овациями Где-то в Каннах Или что-то Это на данный момент Лучший Но в своем случае По оценкам Фильм Джеймса Франко И как бы Я обожаю Такие вещи Когда по Херовому говну Типа комнаты Снимают Охерительное Кино Вроде вот Ну вот Байопика То есть То же самое было С Эд Вуд Про режиссера Трэшака Который потом Вот с Джонни Деппом Снялся И отличное кино Да Это как бы Очень классный эффект Имеет Поэтому очень хочу Никогда еще не доначал Но раз уж Темный город задели Вынесу Свои пять копеек Спасибо Ярик Спасибо Спасибо Прям Да Спасибо Вот Так о чем мы И в этом диалоге Я же тебя не перебиваю Ты же закончил Да Я донат В этом диалоге Там есть такая интересная Заманушка Опять же Очень хорошая На мой взгляд Чисто сценарно Прям мастерски сделанная Правильно говорить Мастерски Но мне больше нравится Мастерски Мне тоже Они когда Да Они когда говорят Про Эту замануху Что мама же У него умерла Он моментально Прям перефокусирует Сразу после этого внимания Именно вот Уводит такой Подождите Но если мама не умерла То кого хоронили Он сразу выкидывает В другую сторону И как бы Оп Ты такой Хм Возможно Ты не начинаешь Раскручивать мысль На эту идею Что развоение личности И все остальное Он сразу как бы Перекидывает тебя И это очень мастерски Очень круто Не вот здесь согласен Но я как бы Я надеюсь ты понял Мою несколько Ну не то что претензию Но смутение Когда вот Ну на этом делается акцент Но разговор уводится не туда Хотя Ну в жизни бы было Наверное не так Ну как бы Вот реально Я писал про это У себя на стенке пост И вот как раз Именно за счет того Что это кино Хичкок И он идеально понимает Как что работает Ему вот можно прощать Любые условности И вот У него вообще На них смотреть нельзя Ни в коем случае Потому что тут все ради того Чтобы кино работало Ну и кстати Ты по-моему сказал Да Ну и Васите подтвердил Что не было кадров Где нож И тело в одном Нет А удара не было Нож и тело есть На просто вот такой кадр Ножик и брюха Семен 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 На фильм Семен Он почти так и назывался Каш Нож из живот Есть в одном кадре Но удара Проникновения Нету нигде Могли бы взять Какую свинью Там не знаю Колоть Вот у нее показывать Но нет Ну во-первых Опять же В любопытных фактах Было написано Что вроде бы Там есть Обратный монтаж Ну то есть Обратное проигрывание То есть нож вытаскивают Ну на съемках вытаскивали А здесь поставили Но Здесь опять же вопрос Какую версию мы смотрели Потому что У меня походу Была немножечко Подрезанная версия То есть я увидел На МДБ Что там есть сцены Где больше крови И вот в моей Было мало крови И я вот не знаю Это вот сцена Это вот настолько Мало крови И в оригинале Или все-таки Что-то оттуда порезали Я думаю Там большая была резня Потому что Ну в смысле Резня каких-то сценарий Потому что Там с очень скрипом Этот фильм Продвигался Потому что Ну Как бы Надо понимать Что такого Скажем так Такого уровня Не жести Но как бы Такого еще не было Ему приходилось Хичкоку натурально Пробивать этот фильм Он там Не Фильм-то Ну то что порезали Это хрен с ним Я именно имею ввиду Что вот в 60-х В кинотеатрах Вышла одна версия А сейчас есть Блюрейка И Блюрейка Уже порезана То есть Я не знаю Как это произошло Почему Там во-первых Студия по-моему Другая купила Потому что Изначально Парамоунт А сейчас уже Юниверсал Владеет правами на фильм И не знаю Каким образом Причем Кадры вырезали Да Из фильма То есть Вырезали Вот что-то там В этой резне Там крови было Типа В оригинале Больше Вырезали сцену Как главная героиня Снимает ли фон Перед тем Как идти в душ Но при всем при этом Фильм все равно С рейтингом R Даже после этих Вот вырезанных сцен У Блюрейки Все равно рейтинг R Для взрослых Интересно Интересно Вот Ну что Я не могу не отметить Ну Да Давайте переходить Немножко к каким-то другим Последний момент Прости Задержи мысль Соло тебя уедают Жена Шрифа Могла дослушать до конца А потом говорить Потому что Ее профессиональный опыт Научил Что нельзя давать Свидетелям подсказок И чтобы не сбивать их И вообще А когда она выслушала Их версию Она начала ее корректировать Она же жена Шрифа Ну ладно Хорошо Хорошо Вот тебе как было бы в жизни Хорошо Василий Да Вообще Как бы Хичкок заслуженно Мастер саспенса Мастер нагнетания Вот Какого-то вот Такого напряжения В сценах И блин Вот не знаю Смотрел фильм Да Казалось бы Уже старый фильм Понятное дело Что там было Ну По-другому снимали И все такое Ну блин Насколько охрененно Он нагнетает Этот вот Самый саспенс Даже сейчас Когда смотришь То есть вот этот момент Ее побега На машине И когда ее остановил полицейский Господи Боже мой Ну вот здесь Очень странное У меня тоже Вызвало ощущение Я думаю Блин Хичкок Что ты творишь Ну то есть Солод надеется Увидеть Джеймса Франка А увидит Тони Уходы заставим Арт Спасибо Харатс Блин Ребят Комната Просто Она сейчас уже Все Она уже обогнала Город Зеро Все На втором месте Комната Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ты что делаешь, Хичкок? Тут сцена, ну остановил ее как бы полицейский. Что ты из этого делаешь прям? Капец, какую сцену? Я тоже сижу весь на нервах. И я понял, в чем фигня. Уже после просмотра я как-то немножко проанализировал, и потом полез читать любопытные факты, и лишь утвердился в своем мнении. Хичкок, когда снял фильм, он ему не понравился, потому что он херово работал. Фильм вообще был экспериментом, потому что Хичкок снял его за копейки, он экономил на всем, он пытался сделать фильм уровня B-movie, но с хорошим сюжетом и как бы со своим видением. И он сказал, что фильм не работает. Но потом композитор наложил музыку, и все заработало. И Хичкок сказал, что в фильме 33% заслуги — это музыка. Так вот, я не согласен с Хичкоком. Он немножко завысил свои талантливые возможности, потому что 50% саспенса — это музыка. Потому что она здесь реально как бы жуткая. Она вот только за счет этих струнных инструментов, она реально криповая. И поэтому банальная сцена остановки Шерифа — все, она превращается в какой-то лютый ад. Ты сидишь и думаешь, ааа, что за нахер? Потому что прям по душе тебе скребут эти места. Вась, а напомни, пожалуйста, что с музыкой был еще замес? С основной темой. Блин. В ванной. Вот я, к сожалению, не помню. Там вот, я тоже, к сожалению, у меня выскочилось голову. Может, ты какие-то вещи мне накидаешь, и я вспомню? Не, ну там сцена музло в ванной, были какие-то траблы со звуком. И вот то ли Хичкок сказал, что музыка говно, то ли изначально музыка говно Хичкок заставил ее переделать. Но, короче, вот именно с этими вот скрипами там какая-то очень интересная тоже история была на продакшене. Но я забыл. Нет, ну тут, ну то, что я вычитал композитор, увидел, что фильм черно-белый. Фильм специально был сделан черно-белым. И он тогда такой, блин, но я хочу это отразить музыкой, и поэтому он взял только струнные инструменты, чтобы, ну, не добавлять вообще ничего. То есть вот фильм у нас такой, типа, на самом деле не черно-белый, а серый, но почему-то все это называют черно-белым. И музыка такая же. Ну да. Ну вообще, вот, да, возвращаясь к Саспенсу, мне понравилось, что вот здесь можно пронаблюдать, как человек неподготовленный неправильно врет, начинает вот на каких-то мелочах абсолютно сбиваться. Это было и в сцене с остановкой этого полицейского, и в сцене с покупкой тачки. Ну ты ведешь себя максимально подозрительно просто. Вот максимально. И когда этот самый Бейтс дает показания детективу частному относительно того, вот была у него там не была эта девушка, просто ты вот тут прокалываешь, прям видно, где он прокалывается, как он пытается вот в этот момент актер понять вообще, как быстро свою историю изменить, чтобы она выглядела похожей на правду, там типа оп там, ты же говорил, типа не видел. Вот, почерк тот же такой, а, ну да, припоминаю, да, просто был дождь, и типа у нее была другая прическа, и вообще плохая карточка. Потом такой, ну типа она никому не заняла, нет, никому не заняла. Откуда ты знаешь? Ну вот мы вместе там, я видел, как она там ела, и сказала, что она устала, и все такое. Вот это прям очень круто смотрится. Даже сейчас не всегда так делают. Да, то есть на уровне сценария фильм прям блестящий. Да. Здесь еще нужно понять, вот какой момент касательно фильма «Психо», что я фабулу его пересказал за, ну сколько, за минуту. 30 секунд там, да. Да, и там буквально, реально, по фабуле фильм раскладывается всего на несколько действий. Но именно сцены здесь смакуются. То есть как бы это фильм, который отчетливо понимает, что движение фабулы вперед, это, конечно, хорошо, но сама сила эпизода одного конкретного, она тоже важна. То есть, например, охренительная совершенная сцена, когда главная героиня меняет машину. Просто чума. Потому что вот любимое правило Хичкока очень заезженное, ничего нового сейчас не скажу, но вот положите под стол бомбу, диалог сразу станет интереснее. Да, поставьте полицейского. Да, она подходит менять машину, и полицейский, который ее там выследил, он, значит, останавливается и стоит, ждет вот так. И его периодически вставляют, и чем плотнее, его ближе к концу эпизода вставляют все плотнее, он просто не шевелится. Вот, но при этом нагнетание все еще происходит, она суизится все больше. Там еще такой колоритный у нее собеседник в это время, прям такой продавец, знаете ли, автомобилей. Вот, и как бы эпизод с точки зрения фабулы, я его даже не перечислил, потому что он ничего в себе не несет, но он настолько вот работает, он настолько втягивает тебя в кино, что это просто чума. И как бы это вот то, что я хочу привить всем присутствующим здесь, в прямом эфире или в чатике, или в записи. Да, у меня просто все лампочки попортились в квартире, мне лень новые заменить. Ну и да, так. Я люблю драматическую тень. Вот. Спасибо тебе большое, Маврикус. О чем речь-то? Вот, хаски, господи, хаспинс. Хичкоковская психа, это фильм, который вот отлично подходит, чтобы вырабатывать в себе умение смотреть кино ради вот процесса просмотра кино. Вот именно ради каждого конкретного эпизода, ради каждой следующей реплики, он просто, он кайфовый от и до. За это я его безумно люблю. Хотя на четвертом просмотре, когда ты все знаешь уже наперед, вот это отсутствие динамики, оно мальца становится скучноватым. Но это на четвертом просмотре. Не, я могу сказать, где на первом просмотре мне стало скучновато. Вот до момента, вообще, да, можно сказать, многие могут сказать, что типа, ой, что я буду смотреть старые фильмы, они скучные. Так вот, удивительно, но этот фильм не скучный. По крайней мере, вот в начале он абсолютно не скучный, он абсолютно сразу в себя вовлекает. Ты сразу понимаешь, в чем замес, он долго не топчется на одном месте, сразу переходит от одной сцены к другой, к третьей. И это здорово. Но потом происходит момент убийства. И я понимаю, что раньше зрителю, который вот как раз выбегал там с сеансов, падал в обморок от этой сцены, нужна была разрядка. И пока вот этот Бейтс убирает труп, чистит там все, это так безумно медленно, это длится минут 10, и ты просто такой, ну господи Иисус. Я понимаю, для чего тогда надо было это сделать, но сейчас это... Ну как бы сейчас это тоже работает, да, Солт? Да, я вот тоже хотел сказать, что сейчас это работает, потому что там 50-50. С одной стороны, он это делает долго, с другой стороны, он не только избавляется от тела, нас еще постоянно интересуют деньги, потому что они постоянно в кадре, постоянно акцент на газетку, в которую главная героиня их спрятала. И тут вот непонятно, то есть возьмет он деньги, найдет он их, не найдет. Поэтому я считаю, что сцена работает. Второй момент. Там еще встают вопросы, как бы, что это раскрытие персонажа, и ты еще не знаешь ни про раздвоение личности ничего, и как бы этот эпизод нужен как минимум в первой половине, чтобы показать, что он ходит, держится за голову, такой, что же за херня-то здесь произошла? То есть это как бы настраивает тебя на то, что... Ну это разводит его и мать специально. Я не против же того, чтобы этот эпизод был, но он реально очень долгим получается здесь. Ну вот по современным меркам это делают быстрее, наверное. Это, конечно, все, да. Он долгий достаточно. Кино безусловно ускорилось. Да, кино ускорилось очень сильно, но вот прям там эпизод, он еще долгий, я согласен, но он еще весомый, потому что... Но он нужен, он нужен, я не спорю абсолютно с этим. Да. Еще и как бы сам процесс замывания улик, он по-своему интересен, на самом деле. Как бы, как он занавеску так оттянул, значит, там, труп завернул, подошел в машину, там, погнал, еще что-то. То есть вот эти все вещи, как бы... Да, да, да. Они забавные, на самом деле. Вот. И, собственно, я слышал уже мнение, что вот, я посмотрел, и как бы норм, ну, почему Хичкок гений? Вот, как я сказал, Хичкок гений именно из-за своих, из-за своего умения правильно оперировать киноязыком. Я предлагаю, короче, кадры взять, посмотреть прямо сейчас, посередине обсуждения, чтобы я сразу на примерах какие-то вещи показал. ты мне их скинешь? Я их скинул, они, я их еще доехалю. Только там сначала Pink Floyd. Да, сначала Pink Floyd. погодите. А потом... Нет, видимо, не принял, когда-то скинул. Так что сейчас... Вот. Ну, как стоять до эфира? У меня не появились в 19-58. Это было через... Не, у меня не появились. А, У тебя за 2 минуты до эфира они появились. Ну, сейчас секунду, если вернется. Так. Что? Вот. И самый как раз смак, почему Хичкок великолепен, и почему его все любят, это вот Спилберг нашего времени. Это, считайте, вот La La Land, который фильм работает тоже. У Шазела идеальное понимание киноязыка. У Хичкока очень много средних и проходных, и неудавшихся, и слабых фильмов, но психа к ним все-таки не относится, потому что в нем как-то все складывается более-менее хорошо. Ну, давай. Тем не менее, я не считаю, что психа лучший фильм. Вот отличный пример киноязыка, это первый, потому что как создается саспенс. Нам показывают сначала главную героиню первым кадром. Окей. Она лежала с пола, открыла глаза, ее лицо начинает меняться, камера такая проезжает, она поднимается, такая встает, у нее сраный ужас вообще на лице. Прям что? Она, камера отъезжает еще назад, то есть это очень длинный такой цельный план, в котором мы видим ее полностью изменение лица человека, и при этом мы не видим, куда она смотрит, и это интрига. При этом копа нам не показывали до этого момента, мы просто знаем, Нет, и показывали, что он прошел, рука по стеклу идет, его лица нет. А, но лица не показывали. и нам пока... Нет, понятно, что коп есть, это все хорошо, как бы, но вот она идет, у нее изменяется лицо, и ты думаешь, куда же она так смотрит? То есть это очень такие инстинктивные, подсознательные, психологические реакции, и вот после того, как у тебя секунд 10, наверное, вот этот длинный дубль длится, тебе такой щелк, и вот эту морду, короче, я такой, воу, прям опешил, когда это увидел. Но причем, тут еще вопрос, она настолько испугалась полицейского, и я думаю, блин, а что ты, что-то нарушила, что ли? То есть, ну, возможно, в Штатах в 60-м году нельзя было спать на обочине, но вдруг, как бы, хрен его знает. Ну, нет, она, как бы, боится, что ее объявили в розыск, еще что-то, то есть она же не знает, телефона не было. когда она еще и спрашивает, я что-то нарушила, он такой, да нет. Да, да, да. Вот, следующий кадр, это тоже отличительная черта Хичкока, ну, здесь она не совсем проявляется, и в психо этого нету, но Хичкок первым придумывал использовать тень от жалюзи, как элемент кадра. То есть, светом, тенями пользовались всегда, но Хичкок это вылил на принципиально новый уровень, и это прям его заслуга для кинематографа, он научил вот эти вот тени от креста, падающие на лицо главному герою, этого без Хичкока бы не было. И вот этот кадр, он прям, на мой взгляд, лучшее использование черно-белого вообще, потому что, ну, во-первых, вот эта тень очень классная, световое пятно очень классное посередине, и вот эта работа с каплями, в которых поймано в каждое отражение, из-за этого картинка получается вот такой, и дождь получается, вода очень объемной, даже, ну, в цветном кино такой объемной воды, мне кажется, не бывает, как правило. Очень густая такая, большие капли, это все здорово. Плюс, опять же, это очень сбалансированная композиция, в том смысле, что слева очень точная, явная, понятная текстура, а справа там какое-то вот небольшое барахло, чтобы, опять же, развести. Это как бы не правило третей, но тем не менее. Причем мне еще так понравилось, фильм черно-белый, но даже здесь Хичкок умудрился показать нам несколько изменений персонажа посредством смены цвета одежды, потому что вначале она белая, и нижнее белье белое, и сумочка белая, а когда она в гостишку приезжает уже со спертыми бабками, у нее черный лифон, черная сумка, вся черная. У Бейтмана то же самое, у него сначала совсем белый костюм, потом чем дальше, он становится серый и в черном предстает в какой-то сцене. В последнем эпизоде он опять в белой рубашке, но мне кажется, что это уже такое. Вот следующий кадр, касательно Хичкока, это, обратите внимание на то, как он рисует светом. У нее, как бы абсолютно искренние намерения, в этой сцене абсолютно все понятно с героиней, она честно разговаривает с этим Бейтманом. Но ее собеседник, посмотрите на свет и на тени на лице, у него прям такие глубокие тени на глаза наброшены, у него гораздо... То есть, много спрашивают про то, является ли темная половина лица какой-то драматической, а, точнее, отражает ли она черную сторону персонажа, как правило, это не совсем так. Но вот темные, вот наброшенные тени на глаза, из-за того, что у него опущена вот так немножко голова, это как раз все очень здорово. То есть, темные глаза, они работают. Почему черные очки у всех копов непрозрачные? Чтобы удачнее выглядеть. И, опять же, на правой половине у него, ну, тоже такая тень. Можно пощелкать туда-обратно и сравнить, что у нее очень равномерно рассвеченное лицо, и видно, что, например, за дверью, там, в дверном проеме, у нее стоит тоже прожектор, который подсвечивает ее руки, чтобы объема создать больше на текстуре. То есть, это как бы... Прожекторы тут такие довольно очевидные, ну, видно, откуда их херачат. И вот мы смотрели, Инна мне говорит, как человек, который с фотографией знаком, говорит, вот дом явно подсвечен снизу, специально, и такого естественного света не бывает. Дом специально подсвечен снизу, чтобы он был виден, и вниз, вверх уходит в незаметность абсолютную. И что съемка, скорее всего, таких вот сумеречных сцен, когда там детектив приезжает, навелась, скорее видно, что днем по тени, но его специально затянили, и какой-то прожектор в окна поставили, чтобы типа лампы очень сильно бьют оттуда, из окон. Да, да, да. Вот. Следующий кадр я взял более-менее такой обычный, просто... просто потому, что он мне понравился. Он очень грамотный. Хе, Хе. Василь, когда найдешь меня и отомстишь, скушай тафу и освободись. На сочувствие, госпожа, КХМ. Василь, удачи тебе. Да. Спасибо. Да, спасибо. Хронограф. А Маврикус пока. Он убег. А Маврикус пока. Ну ладно. Ну пока. Вот. Очень просто кайфовый кадр, он мне очень понравился, потому что очень такая захламленная, хорошая правая часть. Левая, ну, передний план есть, из посуды, из всего остального, тоже все достаточно обаятельно выставлено. И оттенки серого все не пересекаются друг с другом. Ну то есть я не могу сказать ничего такого, но это просто хорошая работа с, ну, с продакшн-дизайном, да, которая даже в копеечном фильме, которым психа является, она присутствует у Хичкока всегда. То есть он уделяет внимание содержимому кадра, и если уж эта сцена достаточно долгая, то он насыщает ее деталями настолько, чтобы вам не надоедало на нее смотреть. Мне еще нравится, что вот, вот, реально, вот, когда смотришь старые фильмы, казалось бы, тоже они такие простые и так далее, Ну блин, вот как раз это хорошее лекарство против вот этого продюсерского кино с говорящими головами. Да, да, да. Потому что вот здесь прям вот, когда, ой, господи, что же это был за момент-то, когда, по-моему, этот, богатенький-то мужик заходит вместе с начальником, главной героини, и все вот, они вчетвером их сразу берут кадр, вот это все ходят между друг другом, говорят, все снимают статичные камеры, но все при этом действуют, и там очень насыщенно получается. Да, да, да. Я скину сегодня, пожалуй, в группу кино, нижнее подчеркивание, логи видос, который показывает блокинг Хичкока, и у Хичкока перемещение в кадре, это всегда катастрофически важно, то есть там, например, в финальном эпизоде, когда бывшей, мертвой главной героине, он начинает прессовать Бейтмана, он сначала садится такой рядом с ним и говорит, да мы просто поболтаем, сидят, болтают, и чем он больше на него наезжает, тем он сначала встает, потом подходит к барной стойке постепенно, или к чему-то, к стойке так или иначе, подходит, наседает на него. Здесь этот кадр есть, вот следующий кадр у нас с Бейтманом. Там, кстати, усиливалось тем, что там зеркало висело. Да-да-да, зеркало. Да-да-да-да. Хорош, кстати. Я посмотрел на зеркало, не отрефлексировал, почему. Хорош. Да-да, однозначно за этим и висело. Следующий кадр с Бейтманом у меня, просто он такой хороший, драматический, мне понравился. Можно его скипать, ничего фундаментального я не скажу. Но вот здесь, например, опять же. Мне казалось, что вот знаешь, он там рассказывает про свою маму, которая вообще, ну, над ним, постоянно, ну, следила, не следила. А, это не так вот такая. Я такой просто, блин, так вот тоже вот смотрит на него, реально, как будто вот какой-то вот дух его матери в этой комнате. Не, ну, в этой сцене, кстати, мне что понравилось, он когда общается с главной героиней, и она ему такая, а ты не думал мамку свою отправить, ну, туда? И он такой, туда? И вроде сидит нормально, а потом, короче, вперед наклоняется, и такой, чё, ты типа про дурдом? Да вот все, все называют куда-то там дурдомом, все... Какой злой становится, просто кошмар! Вообще, то есть, насколько он обаятельный в начале фильма, насколько он красивый, насколько он злой, как мразь в середине, то есть, блин, вообще, я кайфовал с каждого его вообще, с каждой секунды нахождения его в кадре, прям, не ты один, у него там потом проблемы были из-за этого, потому что все его ассоциировали только с этим персонажем, у самого актера, и он отказывался интервью давать рассказывать про себя, ну, про персонажа, заложник образа. Да, ну, короче, великолепно, это прям, очень хорош, стоит все фильмы с ним пересмотреть, процесска в Кианске, наверное, только из-за него посмотрю. Ну, да ладно, следующий кадр, как раз тот блокинг, о котором вы говорили, я выбрал вот этот кадр, потому что он самый простой, для демонстрации, частный детектив, который приходит и такой, кстати, здравствуйте, я частный детектив, я вас выследил. И вот он ведет себя как царь, и это видно по его положению, то есть за счет того, что камера стоит статично, раньше, ну, как бы, из-за того, что пленка была, а не цифра, из-за других, как бы, вообще принципов работы съемочных команд, раньше гораздо проще было репетировать актерам и вывозить на актерах, нежели на каких-то там свете, свете еще чем-то. И вот поставили камеру, и актеры у Хичкока всегда играют. У него прям видна вот эта вот, ну, не театральность, но, что они расходятся, что у них у всех пластика, что у них у всех там какие-то микродвижения, есть еще что-то. Это все очень здорово. И вот здесь, в блокинге, видно, что детектив противопоставляется этой парочке, они стоят вместе, хотя у них на самом деле общего не очень много в этой сцене еще, они только первый раз разговаривают по поводу женщины, но сейчас он появился как конфликт между ними, ну, как общий враг такой, они прям выстроились друг на друга, и, ну, выстраивается такой напряженный треугольник. Следующий кадр, это диалог, в котором детектив, четыре кадра туда-обратно, в котором детектив разговаривает с Байтманом, Байтманом. Бейтсом. Бейтсом, господи, да, почему я его с американским психопатом все время путаю? Потому что психо, американ психо... Да, Бейт, вот это. А прикол в чем? Да, прикол в чем? Это тот самый диалог. И еще немного на игроков. Дмитрий, спасибо за интересные рецензии на канале 16 на 10. Спасибо, Сэмми, тебе. Вот, замес этого диалога в том, что это как раз детектив, который приходит к Бейтсу и начинает его прессовать. Ну, не прессовать даже, а сначала просто расспрашивать, типа, как там, вот была ли эта девушка и все остальное, и там фильм берет общие планы. Но как только Бейтс прокалывается первый раз, камера приходит вот на эти вот четыре шота. Причем, каждый раз, когда детектив выигрывает, нам показывают детектива сверху, а Бейтс, наоборот, детектива снизу, типа, крутой парень, а Бейтса сверху, типа, такой, упс. И когда Бейтс дает правильный ответ и выкручивается, наоборот, меняется все. Детектива показывают немножко сверху, а Бейтса показывают немножко снизу. Это, опять же, киноязык, который Хичкок, но, я думаю, учитывая вообще эпоху, в которой снимал Хичкок, а он снимал, давайте не совру, чтобы с 22-го года, вы считаете, с 25-го по 70-е, это была эпоха создания киноязыка, именно создания. То есть, вот то, что мы говорили Орсон Уэллс с его, с гражданином Кейном, вся вот эта история, это было открытие кино как формата и Хичкок, это был человек, который проследил все кино от и до, плюс-минус до нынешнего состояния, и который его развивал всеми силами, и который всем этим пользовался максимально агрессивно и с максимальным пониманием. То есть, за что я его обожаю, почему я обожаю Спилберга и Хичкока, это именно те режиссеры, у которых вот на любую херню посмотри, во всем есть смысл. Они такие же зануды, как и я оба. У них вот прям каждый миллиметр кадр просчитан, и каждый миллиметр имеет какой-то смысл и должен как-то работать и, как правило, работает, что пацаны вот подтверждают, говорят, что фильм очень напряжен. Ну да, и в этом плане я вообще хочу сказать, что вот последний, вот всегда знаешь, когда в детстве ты конечно черно-белое кино по телеку, всегда его перелюсь, потому что это камон, это будет скукота, но вот сейчас, когда вот мы посмотрели «Гражданин Кейн», когда мы посмотрели «12 раздневных мужчин», «Психа», ты понимаешь, что на самом деле вот как раз отсутствие цвета, отсутствие вот каких-то там дополнительных нынешних возможностей по спецэффектам и так далее, вот заменяли просто очень классными съемками, именно вот той же самой режиссурой и блокингом, и очень классной игрой актеров. Именно поэтому вот черно-белый фильм, не все, конечно, но вот те, которые стали такими вот известными, их надо посмотреть обязательно, потому что они даже сейчас играют, что замечательно. Еще один был момент, что очень многие вещи вывозили за счет интересных находок, Хичкок в том числе, например, у него есть фильм, ой, дай бог памяти, чтобы не спутать, «Леди исчезает», может быть, это был, фильм, короче, где двух главных героев скрепили наручниками, и они, значит, да, по-моему, кстати, это как раз «Леди исчезает», они скреплены наручниками, и до конца фильма участвуют в какой-то шпионской интриге, прям вот связанной, это тоже как бы такая «Вау, ничего себе идея», ее миллион раз цитировали, там, серия «Человек-паука» была про это, например, целая. В общем, какие-то клевые идеи, композиционные, тактические есть. Когда главная героиня едет в машине, это же просто блеск вообще, потому что как здесь это все подается, если вы не смотрели? Она едет в машине очень долго, показывают ее прям три минуты, но при этом за кадром происходит все то, что как бы происходит действительно. И непонятно, оно происходит или она домысливает вот то, что там может происходить. Да, то есть у нее лицо как бы меняется так, что она слышит, а там разговоры такие из серии «Она пропала», «Там пропали деньги», «Я не готов потерять эти деньги», и как бы, то есть действительно такая радиопостановка происходит, и она мимикой на все это реагирует, это очень кайфово смотрится, очень оригинально. И вот этот кадр, который я выделил в следующем, это тоже клевая фишка, такая, там есть еще моменты, но они менее, ну, на мой взгляд, интересные, какие-то что-то в себе несущие, а здесь прям клево, потому что действительно показано в кадре. Когда входит, значит, в это зеркало, смотрит в него и замечает позади себя человека, и потом такая, ох ты ж, епта, там же два зеркала, это же я же. Но вот именно этот момент, шо за нахо, он передается прям отлично. И, по-моему, следующий кадр у меня последний. Да, просто финалочка очень кайфовая, очень минималистичная, когда Бейтса заворачивают в плед, камера наезжает на него, то есть изначально композиция есть, то есть ты смотришь, это просто клевый стерильный кадр, у которого есть справа окошко, как бы соблюдено все, он в левой трети, но потом идет зум и не остается ничего, кроме Бейтса, и вот кроме его этой актерской игры великолепной, причем, опять же, закадровый голос его матери и его мимика, которая подстраивает. И офигенный просто переход, вот, прям на концовочку. Ты видел уже? Да. Там прям очень крутой, там вот когда с его лица переход на машину идет, вот фейт, там буквально очень незаметно череп матери появляется, блин, насколько это круто было. Но более того, там еще и классно цепь проходит сквозь сердце Бейтмана, и, ну, я не знаю, как бы, по идее, типа, показать слияние его с матерью. Ну, скорее всего, я и не заметил, если честно, цепи. Может быть, может, ну, значит, есть, да, я не выцепил просто, спарденч. Вот, такой вот, такая вот демонстрация всех фишек Хичкока, что я пытался сделать и что я хотел рассказать всем давным-давно, то есть, Хичкока очень стоит смотреть, именно если вы хотите разобраться в кино, потому что у него все сделано достаточно прямолинейно, это раз, то есть, любой наклон камеры он сразу виден, у него все сделано достаточно просто, потому что киноязык развивался, это два, и самое крутое, что вот это тот режиссер, у которого вы можете не бояться оверсинкинга, то есть вы можете не бояться, что вы перепридумали чего-то, что вы, наверное, домысливаете, и он этого не задумывал, вот Хичкок, мать его, это задумывал с 99% вероятностью, поэтому именно для кинообразования смотрите все его фильмы, тем более, что они крутые, отсортируйте их просто по количеству оценок на кинопоиске и смотрите сверху. Я еще смогу скинуть момент этот с цепью. Ну давай. Я пока скажу, что у Хичкока была очень интересная, скажем так, рекламная кампания у Психо, потому что трейлер Психо это где-то почти двухминутный ролик, где Хичкок, вообще Хичкок всегда появляется, по-моему, в рекламе своих фильмов, только я, Альфред Хичкок. Он во всех фильмах своих появляется вообще. Вот. И какой был трейлер у Психо? Хичкок такой, вот у нас, вот я на съемках нового своего фильма, вот у нас дом, по-моему, маньяка. И он идет по нему и рассказывает, вот эта лестница, на ней произойдет убийство. Сколько там было крови. А вот здесь вот там находится комната матери главного героя. Хм, кто же она, интересно. И вот просто, он просто идет тур по вот этому дому убийцы. И вот, ну, сейчас, по-моему, так в последний раз видел, как рекламировали этот Лемо Несникет последний. Прямо реально повторили просто вот этот вот ход Хичкоковский, специально вот попытки, видимо, как-то, ну, подражать его. Но это вот реально. То есть, он тебе рассказывает, что тут будет, что, ну, такой намеки дает, что будет дальше. Не говорит конкретики никакой. И этим самым он подогревает интерес. Ну, по крайней мере. Вот, я вспомнил, не вспомнил, нашел, короче, момент про сцену в душе. Изначально она должна была быть немой. И Хичкок воевал со всеми, что это будет абсолютно немая сцена, в абсолютной тишине. Но вот, когда Херман показал ему, говорит, давай вот эту скрипуленьку вставим, Хичкок такой, ух ты! И вот его, единственное переубедение, что его переубедило, именно вот эта вещь. Вот, почти я был прав. И, ну, и по большому счету, я сказал все, что хотел. Хичкока я обожаю по вышеупомянутым причинам. Психа я не считаю его лучшим фильмом. Лучший его фильм, но тут либо веревка, либо головокружение, это надо отдельно разбирать. Очень все это спорно. Но, так или иначе, он невероятно крут, и всем советую его посмотреть. В крайнем случае, начните на север, через северо-запад, самое популярное его современное, в современной стим, мне кажется, самое популярное его кино, такой, задавшее тон бандианам всем, наверное, мне кажется. Хотя, ну, или и само ставшее результатом бандианы. Сложно! Все очень сложно, но смотреть Хичкока, он хорош. Да. Ну, и тут еще забавно, это был фильм «Реальный эксперимент», и он снял его меньше, чем за миллион, и он отказался от своей стандартной зарплаты в 250 тысяч баксов, потому что продюсеры говорили, да все херня, мы, типа, мы потеряем очень много денег на это, но он говорит, ладно, я отказываюсь, типа, от своей зарплаты, мне просто... О, и вы нашли Патреон, и наконец-то! Удачи! Тоже вложил свой вклад. А тут, на свое усмотрение, были бы не кинологи, а книгу-логи. Да живем когда-нибудь, когда аудитории будет большой спрос. Роланда я добавил, он, если вы могли заметить, я внизу добавил две строчки, там, Хайдер и Роланд, вот Роланд немножко... Это наши такие карманы, чтобы спасаться в экстренных ситуациях, да? Да, от всяких свадебных вас. Ну, в общем, Роланд, ты там есть, вон, внизу немножко, немножко тебя перекрывает пленочка, но ты там есть. Возвращаясь к Хичкоку, он такой, ладно, типа, я отказываюсь от своих денег, дайте мне просто, пожалуйста, 60% от сборов, ну, раз вы уверены, что сборы будут херовые. Они такие, да, давай, и он на сборах собрал 15 миллионов баксов, что на 2006 год это было 150 миллионов, то есть, прикиньте, вот просто чувак взял и 150 лямов заработал. Ну, это как Меус-матрица, да. Просто жесть. Так что, чувак, да, это, по-моему, он, вот, как бы, за счет этого стал очень богатым человеком. Ну, заслуженно, вполне. Интересно. Приду через минутку, а вы пока посмотрите, что у нас в таблице, и расскажите еще раз про Пейтреон, не из моих уст, а то я всем, наверное, уже надоел. Давай таблицу сперва. В таблице у нас печальная комната на втором месте, ее поджимает город Зеро, и я не знаю, что такое город Зеро, но, наверное, он лучше, чем комната, но в лидерах цельнометаллическая оболочка, так что в следующий раз, скорее всего, будем смотреть ее. Я подозреваю в переводе Гоблина, потому что он хорошо с этим справился. Ну, а дальше все перед вами, и напоминаю, что вот внизу два наших карманных расхода от Хайдро и Роланда, и мы можем... Теперь мы тоже имеем вес в этом... в этом топе. Да. А по поводу как раз Патреона, который мы недавно запустили, это такая... Ваша возможность поучаствовать в жизни нашего шоу, не прибегая как к затратам на огромные суммы и как-то быть сопричастными ко всему действу. Собственно, все вещи, которые наш Патреон предлагает, они расписаны непосредственно на страничке, которую я вбросил. В общем-то, что это? Это ежемесячная подписка на фид, который мы будем в этом Патреоне постоянно пополнять и редактировать, на дополнительные выпуски кинологов, посвященные какому-то определенному фильму, который мы выберем сами, и спойлер-зон, где мы будем со спойлерами обсуждать какие-либо фильмы, новинки или не новинки? Новинки. Новинки, да, новинки. В общем-то, вот, идите, смотрите, кому интересно, милости просим. Вы помогаете делать это шоу. Да, да. Это абсолютно дополнительный и опциональный контент, которого без Патреона не было бы ни в коем случае, и, ну, если, будем честны, Патреон не сыскает популярности, то, возможно, и не будет. Это как бы тестовый такой замес, нужно ли вообще и вам это все в том числе. пока что у нас уже 28 человек там, так что. Да, только я смотрю, все подписки идут в наш гол, что несколько странно. В смысле? Ну, просто... Все правильно. Все правильно. Все должны. Да? Все нормально. Да. Ну, ну что, и теперь перед нами самая сложная задача, потому что нам нужно разбирать очень одиозное такое кино, очень... Pink Floyd The Wall. Короче, в чем проблема? Я в диком восторге о Pink Floyd, но как-то я все не доживу до того, чтобы нормально ознакомиться с их аудиографией, с их дискографией. Вот. Поэтому я, как бы, с одной стороны огромный фанат, потому что я с некоторых вещей прям тащусь. Прям вот обожаю и вокал и все остальное, но не очень глубоко понимаю, как у них там все работало. И вот только готовясь к The Wall, я почитал историю всего этого дела. И... Ты тогда и рассказывай. Нет, ну, как бы, с историей более-менее все понятно. Проблема в том, что The Wall для самого Пинк Флойда это очень такое... Биографическое произведение. Биографическое произведение, да, и это вещь, эмоциональное. Это вещь, которая, да, родилась в очень большом кризисе самой группы ее участников, авторов и всего остального. То есть там у них была такая очень достаточно донная точка всего. Именно не популярности, а психоэмоционального состояния. Вот. И поэтому фильм как бы такой очень жесткий и его хорошая концовка это исключительно ну, если верить во всяком случае, хорошая концовка это исключительно голливудщина и на самом деле так бы быть не должно. Но это концепт-альбом, как и все о Пинк Флойд рассказывающий историю Флойда Пинкертона, человека с таким именем, который является ну, некой рок-жиздой. Почему Пинк Флойд его зовут? Нет, его полное имя Флойд Пинкертон сокращенно Пинк Флойд. Да? Да. Окей. Мне вот сегодня втирали, что показывание алкоголя в кино заговор тайного правительства по спаиванию населения ради уменьшения численности людей на земле. Так серьезно втирали, говоря, как на ренте. В кролике Роджире же есть целый бар. Обители алкоголизма мммм. Так о чем я? Госпевация. Госпевация, господа, всю жизнь так говорю. Димон, я не вижу нигде Пинкертона, везде написано Пинк. Слушай, ну, я находил где-то, что его, как бы, он называется Пинк, а расшифровывается полностью как... Да неважно, ну, как бы, я не спорю, его зовут Пинк Флойд, да, но Пинк это странное имя, а Пинкертон это, ну, имя. Вот. Ну, он знает. Ну, ладно. Ты, Пинкертон, друже, могу я тебе сказать. Да, 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 да. Не нравится. Стим, в отличие от тебя, не выносит. Да, Дакот, а что я хочу сказать-то? В общем, это очень автобиографичная вещь, и основной концепт заключается в том, что обдолбанный наркотой главный герой сидит и ловит приходы в своей комнате, буквально там один за одним, иногда прерываясь на какие-то выходы в свет, но это ничего существенного. Основа в том, что он сидит в комнате, ловит приходы, и его под той же наркотой выкидывают на сцену, он там, значит, ловит приход, потом после сцены валяется в толчке и пытается как-то разобраться. Разобраться с чем? С той хернёй, которая творится в его голове, с той, со всеми психологическими проблемами и комплексами. То есть здесь момент в чём? Нужно понимать, что это абсолютно конкретная личная история одного человека с определёнными проблемами. Очень такая сюжетная вещь, которая раскрывает его биографию от и до. С другой стороны, и вот здесь вопрос, вкладывали ли они такой смысл, это получается супер-универсальное произведение, такое общечеловеческое абсолютно, которое резонирует, ну, в миллионе сердец и так далее. Но, но, с точки зрения ребят из «Пенфлойд», это очень коммерческая вещь, которую они делали очень так осознанно, очень так с пониманием, очень так, ну, гниленько немножко, и вообще, они как бы не отрицают того, что они люди, но не самых высоких моральных качеств, и очень многое делают за деньги, и вообще. И вот здесь встает интересный вопрос касательно всего этого, является ли «Пенфлойд The Wall» просто фильмом, про просто чувака, как бы интересным, красивым и все остальное, либо у них действительно удалось родить какое-то немыслимое по комплексности высказывание, пусть даже, ну, скажем так, полуслучайно. Вот главная дилемма. Ну, ты поставил, конечно, ее. У меня как-то не возникло вопросов, потому что, на мой взгляд, я, тут, ну, нужна предыстория, потому что я абсолютно не знаю «Пенфлойд». То есть, ну, я слышал название, я в итоге, да, знаю у них несколько песен, но это не моя музыка, мне она не нравится. Я почитал, то есть, мне не нравится манера исполнения. Вы, фанаты, меня сейчас могут закидать говном, но мне не нравится. Мне нравится другая музыка, я люблю более какой-то мощный вокал. Здесь, меня вокал не впечатлил. Я начал копаться в сути текста. И тексты, они о насущных проблемах, они о, я не знаю, там, философии, эмпатии, какое-то сочувствие, понимание своих, я не знаю, там, общества вокруг, какие-то проблемы его поднимаются. Ну, в общем, типа такая социальная, прям, социальный подтекст во всем кроется. Куча философщины. Опять же, мне это все не очень интересно. И поэтому, я думаю, что, Димон, вот если ты говоришь, что они как бы, ну, подняли тему, которая там, которая резонирует в миллионах сердец, я считаю, что все это абсолютно осознанно, потому что, судя по всему, у них все творчество такое. Ну, да, да, у них однозначно социальная проблематика всегда, у них все вот эти вещи, концепт альбома, которые рассказывают такие мощные, масштабные истории, как бы. Мьюз со своим дроунс очень пытались это повторить, но как бы, ну, нет, вообще, совершенно, лилика Беллами смотрится отвратительно, конечно, на всем этом фоне, и все это очень смешно. Музыка хорошая. чтобы сделать такое вот произведение, надо действительно, ну, не достичь какого-то дна, но быть в какой-то вот, все-таки, в депрессивном довольно состоянии, пережить его, или попробовать через это, создание этого произведения, как-то выйти из него. да, более того, я бы сказал, что, ну, проблема-то вот этой стены, она, да, она действительно есть, они высказывают ее со своей точки зрения, да, мол, типа, там, он эту стену строит из-за того, что происходит вокруг, и, типа, вот, главный герой, он рок-звезда, и вот эта стена, она начинает его разделять уже даже со своими фанатами, и, но все равно, тема-то резонирует во многих, вот, ну, то есть проблема, там, закрытия в себе, она есть вне зависимости от того, рок-звезда ты или не рок-звезда, поэтому резонирует, не резонирует, в смысле, ну, хотели-не хотели создать, получилось так, и я опять же повторюсь, что раз у них все тексты, там, про философию и все такое, то, да, они хотели, хотели попасть, вот, опять залезть под кожу фанатам, но, я вот как не фанат, как человек, который, по сути, вот, впервые, прям, тесно познакомился, с творчеством Pink Floyd, в основном случае этого альбома, то есть для меня это было такое ознакомительное мероприятие, мне не зашло, то есть я понимаю, почему, почему там, вот в тех годах, когда они там эти были 70-е, 80-е, почему они были мега популярными, почему до сих пор они считаются там величайшей группой, но не моя группа, вот, кидайте в меня говном, не вижу в них ничего прям крутого, то есть пускай у них там мега классные тексты, пускай кто-то боготворит вокал, не мое, вот просто я не целевая аудитория этого фильма. Нет, если ты про песни, или ты про все-таки сюжет поданный через эти песни, потому что если про песни, я, например, тоже люблю песни немножко с другой динамикой, с другим вокалом. Смотри, тут как бы оно все получается довольно в совокупности, потому что, с одной стороны, то, что они поют, мне как бы не очень интересно, и у них вот такая манера исполнения, господи, ну, здесь, здесь и настроение всего фильма, да, здесь оно все про депрессию, и вот музыка какая-то такая же, я сидел и унывал, и то есть, если суть, как бы, того, чтобы ты это слушал, и ты начинал копаться в себе, и, ну, как-то себя, я не знаю, успокаивал, что ли, себя жалел, то, ну, возможно, как бы вот в этом и была цель, но мне это не интересно, меня это не цепляет, мне не хочется себя жалеть, мне не хочется сидеть и депрессивить. Я сначала, смотри, я сначала думал, что, ну, под что вообще может подходить эта музыка, если не вслушиваться в текст, да, не пытаться как-то, ну, вот просто слушаешь музыку и слушаешь. Сначала думаю, ну, на самом деле, мотивчики такие прикольненькие, наверное, было бы круто, вот куда-нибудь далеко на машине ехать. И через полфильма я подумал, блин, да ты шуснешь за рулем. То есть, как бы, я ожидал рок-группы, я ожидал что-то потяжелее, а здесь оно такое все, типа, про философию, так все как-то мягко довольно, и при этом депрессивно. В общем, мимо меня. Извините, но мимо кассы. Не, ну, мимо ладно, но есть же еще кинематографическая составляющая, о которой мы будем сегодня говорить. Это раз. Вот здесь, блин, можно я расскажу этот прикольный случай? Давай, ты обещал cool story. Короче, поскольку я обычно фильмы все для домашнего задания смотрю перед кинологами, то сегодня не стало исключением. Я посмотрел сначала «Психо», потом вот смотрю «Пинг Флойд», а рядом тут спит Ленка за мной. И она вчера спрашивала, типа, а что вы будете смотреть, потому что она иногда хочет смотреть фильмы со мной. И я говорю, ну, «Психо» там, «Хичкок». И поскольку Димон в прошлый раз сказал, что «Пинг Флойд Де Уолл» — это какой-то, типа, мультик, или что-то типа того, я ей так и сказал, что и «Пинг Флойд» — что-то там мультик какой-то. Она подумала, «Пинг Флойд» — брейн, короче, да, типа того. Не, в итоге как-то... Не, она ничего, она спала, и в итоге она даже... Ну, она вот у нее в голове и было, что «Пинг Флойд» — это мультик, а психо... И в общем, она оказывается просыпается и смотрит, что происходит у меня на экране, а я в наушниках сижу. И тут, короче, на экране там чувак начинает бомбить свой номер, что-то там все разбивает, потом что-то бреется, там еще что-то. И Ленка в один момент мне такая, «А, Макс, ты что, психо смотришь?» Ну, псих, логично. Ну, да. И да, как бы, но меня это все-таки так порвало. Она-то ожидала мультик увидеть, но... И как бы все сходится. Здесь тоже чувак, у которого нет отца, ну, то есть он там умер на войне. То есть пересечения с психом на самом-то деле есть? Ну, есть, забавно, да, действительно. Но вообще фильм посвящен вот этой самой стене. Стене, в которой главный герой вообще пытается отгородить себя от вообще всего общества. То есть вообще основная тема это такая, ну, в каком-то смысле самоизоляция от окружающей действительности за счет вот каких-то накопившихся проблем в прошлом. Ну, проблем, переживаний. Фильм, на самом деле, да, то есть он в том числе, почему он резонирует, лично у меня очень сильно, из-за того, что это фильм про комплексы, про внутренние страхи, про какие-то вот вещи, которые ты сам из себя не осознаешь, но которые тебя грызут. И вот раз за разом, как бы это, по сути, фильм про то, как он под этими приходами, обдолбанный лежит, короче, и он переосмысляет вообще все свое прошлое, все свое будущее, и в самом фильме, в кинематографии, в его это очень сильно заложено. Вот, это про такую переваривание, пережевывание своей личности и выход на некий новый психоэмоциональный уровень. то есть каждое вообще какое-то событие, которое негативно отразилось на главном герое, это дополнительно, ну там прям поется another brick in the world, еще один кирпичик в эту стену, то есть чем больше с ним случается вот этого негатива, тем больше, выше, сильнее, прочнее он строит эту стену, потому что вот внешний мир, он постоянно какие-то вот негативные эмоции вырабатывает, какие-то вот события, они негативные эмоции главного героя вырабатывают, и он хочет отгородиться от них, отгородиться от всего вот раздражительного, запереться вокруг вот этой вот стены, построить ее вокруг себя и не ни с кем не контактировать. Собственно, когда вот он сидит в номере в самом начале, там прям вот такая аналогия очень классно сделанная, когда к нему уборщица начинает ломиться, и вот она-то просто, да, дверь пытается открыть, а для него это вот как будто там какие-то ворота амбарные просто ломают, кто-то пытается ворваться внутрь его вот этого спокойного пространства, за вот эту вот его стену пройти, проломиться. Момента еще два, которые я хотел упомянуть перед тем, как мы начнем более подробно все это дело обсуждать. Первое, это с чего, значит, начался, вообще началась история The Wall с того, что забыл, кто из участников группы, зараза, забыл, харкнул в лицо фанату, да, просто на сцене фанат что-то чудил, вел себя как дурак, Нет, там было сказано, что он сидел в первом ряду, он был тоже какой-то полуобдолбанный, и он орал, прям говорил, а теперь играй эту песню, а теперь играй вот эту. Да, да, он сделал себя как мудак, такой, как некоторые наши фанаты в комментариях, и вот как бы не выдержал человек, не в личках, скажем, да, и просто харкнул ему в морду, и после этого ушел в депрессию. Да, это стало таким, основным вот этим вот, скажем так, идеей, из которой родилась идея этого фильма, и вообще этого альбома, и это как раз вот это вот желание от этих фанатов вот там как-то отгородиться, построить стену, что, кстати, на самом деле довольно неплохо так резонирует иногда с нашей ситуацией, когда вот кто-то пишет, вот у меня личка завалена сообщением, я на них не отвечаю практически все время, то есть тоже та же самая стена, когда тебя начинают вот доставать, иногда по тупым вопросам, ты вот тоже хочешь эту стену построить и ни с кем не контактировать, и я прекрасно... а я не строю, я нахер шлю. Ну, кстати, я отвечаю практически всем. Я всем отвечаю, только если херню пишут, я шлю нахер, если что-то дельное, то отвечай. Нет, я даже не отвечаю, я как раз вот строю эту стену, то есть кому-то отвечаю, но когда вижу там прям совсем какую-то вещь неинтересную, то так и строю. Ну, в общем-то, давайте, наверное, по ходу движения фильма обсуждать, что в нем происходит. Ой, а это очень сложно, потому что, как я сказал, это в сотый раз повторяю, чувак обдолбанный, ну то есть, чего вы... И самое главное, что как бы фильм сделан... Вот очевидно, что над фильмом проделали колоссальную работу именно музыканты, потому что весь визуал, все вообще содержание фильма, это действительно такой чисто музыкальный подход, в котором резонирует не кинематографическая логика, а ассоциативная какая-то, более эмоциональная, в котором... То есть, как очень прикольно, когда в альбоме в самом, там как бы идет такая, ну, песня, 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 а потом бридж такой маленький, another break in the wall, из другой песни такой вклинился и пошел обратно, короче, на основную мелодию, то есть, в альбоме, в самом мелодии, композиции и ритми, она сама вся замешана между собой, там очень такая густая сеть, которая отдельными песнями, по большому счету, не работает, она именно должна восприниматься цельно и с очень большим осмыслением происходящего, именно таким аналитическим. Вот, и здесь, в кино, наоборот, аналитический подход с большим трудом срабатывает, потому что тут, когда идут вспышки из абсолютно разных моментов, там с самого начала показывают Гитлера, который кидает Зиги, и ты такой, что? Откуда? Почему? Зачем? И только в конце становится понятно, что это главный герой в какой-то момент бреется там на лысо, превращается сам в этого Гитлера и кидает Зиги. И, кстати, этот момент второй, который я хотел биографически упомянуть, это откуда взялось? Очень забавно, потому что логика членов Пинк Флойд заключается в следующем. В атмосфере рок-концерта по большому счету все, что видит исполнитель, это оскаленные, трясущиеся такие агрессивные морды. И на самом деле это действительно их искренняя аналогия, что когда они стоят на сцене и смотрят в зал, вот судя по степени накала на рок-концерте, по напряжению по всему, по эмоциям, они видят, они чувствуют себя действительно какими-то нацистскими диктаторами, которые там пропагандируют вообще вселенскую ненависть. Это как бы достоверный факт, и именно отсюда этот образ взялся. Ну там не только оттуда, там же получается история-то про Пинк-Флойда, у которого отец на войне погиб, и у как бы у главного вокалиста там или у кого, у него тоже отец на войне погиб. То есть это там чуть ли не автобиография прямо в таких моментах. Ну это да, там нам упоминали, что эта биография забыл кого, человек, который уже ушел к тому моменту из Пинк-Флойда, но на самом деле нечистая, там просто позаимствованы моменты оттуда, оттуда, отсюда. Вот. И нужно понимать, как работает ассоциативная логика. Вот смотрите, почему мне кажется, что все-таки им удалось создать вещь, которая прям всеобъемлющая, такая очень объемная, потому что когда он показывает сцены сначала с войны, потом сцены диктатуры, а потом сцены бунта вот этого на улицах. И бунт на улицах это вообще кусок чужой биографии, это кусок биографии чувака, с которым ему жена изменяла. То есть как бы это такое он это склеивает чисто ассоциативно, то есть в этом есть логика, в этом есть и историческая логика, война, Гитлер и бунт на улицах, в этом есть логика ну такая между собой и в этом есть какое-то еще пересечение с другими судьбами и все это настолько прям сплетено, что можно найти миллион ассоциаций между рядом стоящими кадрами, даже которые ему не подразумевались, но которые как бы срабатывают. Вот. Вот. Да. Ну а несмотря на то, что, как ты сказал, там очень сложно найти какую-то вот постепенно идти по сюжету из-за того, что очень разные кадры возникают, очень разные фрагменты, все равно он, ну, как-то можно построить какую-то основную ветку, которая проходит через кино. То есть, сперва нам показывают как раз отца главного героя, который погиб на войне, которого взорвали там в бункере в каком-то и это, кстати, вот очень неплохо срезонировало со вступительной самой песенкой, которая поется про мальчика, к которому не пришло Рождество. Ну, там много на самом деле вплоть до того, что ты сидишь и порой ощущение, что ты все-таки смотришь набор клипов. Ну, так оно и есть по факту. Это набор клипов, которые связаны и вот едины какой-то вот истории, переходящие друг к другому. У каждого клипа есть своя тема, но они, тем не менее, все замиксованы между собой. То есть, поэтому как раз было сказано, что альбом и фильм это как такой единый какой-то перформанс. То есть, альбом задумывался как постепенная вот именно история, развивающаяся, как фильм, собственно. Как Горгород, простите, если кому-то непонятно будет. Ну, то есть, совсем уже такая же история. То есть, как бы отдельная песня, я не знаю, всего лишь писатель, она имеет смысл, но в контексте альбома она имеет еще больше смысла. Вот и здесь как бы то же самое. Это набор клипов, да, безусловно, но клипы между тем объединены в общую картину. Ну, так недавно Бейонс, по-моему, еще сделал. Это очень модная херня, так делал миллион композиторов. Вообще, считается, что любая великая группа должна сделать концепт-альбома, кто-то может сделать концепт-песню, типа как у Queen, но это отдельная история. Модный, короче, формат, его делают. Да, вот. И, собственно, нам вообще показывают вот это вот становление, ну, как бы, зачатки становления этой стены, которые мальчик еще с самого детства закладывал, то есть отсутствие отца очень сильно сказалось на его детстве. Это видно по сцене, где он остается один на вот этой игровой площадке и вот к чужому отцу начинает потихоньку приставать. Потом это связано с заботой матери, которая о нем, как, ну, о своем единственном сыне, оставшемся, не оставшемся единственном сыне, оставшемся единственном человеке, которым она заботится, и это вот материнская любовь, которая попытка отгородить... Да, через край, вот эта вот чрезмерная материнская любовь, попытка отгородить от всего плохого в мире, которая тоже влияет, которая тоже строит вот эту вот самую стену между Ним и миром. И сюда добавляются всевозможные комплексы, которые дарит нам замечательное общество, типа учителей, которые не учат, а которые тебя просто натурально терроризируют. Знаете, вот эти учителя, которые самоутверждаются за счет детей. И это причем показано прямолинейно, потому что он приходит домой, и там такой классный кадр, когда тени наброшены, зажаты, его жена терроризирует, он приходит и начинает на учениках отрываться. Да, то есть, причем я прочитал, что многие потом выступления, знаешь, там всяких студентов и прочего возглавлялись этой песней. Ну это вообще культно, то есть эта песня даже в моем детстве была культом, потому что ее какие-то не Chemical Brothers, ну кто, Korn что ли, ее переделывали. Ну да, было такое. Но при этом сами Пинк Плойд заявляли, что это вообще песня не против образования нацеленной, а против именно вот такого рода людей, как в образовании, которые рушат психику детей в попытках своего самоутверждения. Не, ну хрен его знает. Там у них слова-то вполне против образования. Типа, ребята, не нужно нам образование, не нужен нам контроль мозга. Типа, вы нас учите, чтобы нас контролировать, нам это не нравится. Там еще не только против учителей, а против, знаешь, забивания определенных мыслей в голову. То есть, когда вот тебя учат не думать, а запоминать, там, знаешь, условно так. Ну то есть, знаешь, это вот учитель, который пришел, и вот он тебе не объясняет, как это работает, а просто вот тупо зачитывает, а ты за ним записываешь. Вот против такого. Ну и вот эта фраза, нам не нужен контроль, это, ну как бы, это достаточно, мне кажется, прямолинейно расшифровывается в самом фильме, когда он берет стихи, и такой, говно, твои стихи, все херня, пиши математику. То есть, вот этого рода контроль, это опять же, это учителям все-таки, это не про обучение, я согласен. То есть, там как раз показано, что, что каждому, ну, попытка показать то, что каждому ребенку вообще, ну, как-то нужен немного индивидуальный подход, а при этом вот школа, она всех приравнивает. И там как раз, когда вот дети разноплановые заходят вот в эту машину, а выходят однообразно с одинаковым вот этим вот прилепленным лицом за партой, потому что всех приравнивают под одну гребенку, а потом кидают, скажем так, во взрослый мир, ну, тут вот в мясорубку, можно сказать. То есть... И вот, Фемистокл пишет интересный комментарий, Фемистокл пишет интересный... О, достаточно наивно против этого бороться, пишет он. Так вопрос не в этом, вопрос в том, что... Еще раз, альбом про обдолбанного чувака, который сидит и рефлексирует. И, по сути, это, ну, способ и, поскольку это автобиография отчасти, и автора всех этих вещей, это и способ группы в целом, это попытка понимать реальность через творчество. И просто как бы он, осознавая то, как вещи происходят в мире, их перекладывает на музыку, это просто считай констатацией факта, да. Если для тебя это было очевидно, то окей, а этот человек понял это, вот создав песню на эту тему. И как бы в общем контексте это... Он не пытается против этого бороться, он пытается осознать каждый аспект себя, осознать, откуда он берется, чтобы потом он мог это вычеркнуть, переломить или еще что-то, или как-то с этим жить. Ну, то есть понять roots of your mind, что называется. Но это, на самом деле, несколько такая скользкая дорожка, потому что, блин, ты же это в массы пропихиваешь. Ну, да, да. А плохая разве мысль? Не, ну стоп, плохая это ты уже после того, как выпустишь, будешь понимать, плохая она или нет. А тут-то как бы вы популярная группа, у вас там, блин, многомиллионные аудитории, и вы тут такие, а давайте вот протест. Причем, ну вот опять же, вы, может, поняли его вот так, как вы поняли, как задумывали авторы, а я его понял вот иначе. Я понял, как реально против обучения. Так и большинство так поняло. Вот, но так это ж опасно, потому что, блин... Макс, тогда любое высказывание любого человека опасно, какого-нибудь дебильного политика высказывания опасно, какого-нибудь любого шоумена, который там что-нибудь говорит, высказывание опасно, какого-нибудь художника, который потом Третий Рейх создал опасно. Понятное дело, что оно опасно, в этом проблема. Ну, а как от этого избавиться? Ну, они высказались на эту тему вот так вот. Это их мнение. Да, ну и плюс нужно понимать их менталитет, потому что нам вот в чатике пропихивали люди, видимо, уже понимающие. Кайл Маклачан писал, что на самом деле они по типу мышления подростки весьма, ну, такие до сих пор, даже по последнему альбому вроде как это видно. И, ну, тема социального протеста, это же обычная тема. Ну, то есть, как бы, все подростки всегда, всю жизнь этот протест проявляют, и если они найдут какого-то единомышленника и какое-то вот выражение, ну, как бы, любому взрослому человеку понятно, что это не так. Любому взрослому человеку, имеющему власть, любому подростку это будет полезно, просто потому что, как бы, ну, понять, ну, найти что-то общее, найти какую-то вещь, за которую ты можешь зацепиться. Это очень полезно для развивающегося подросткового ума. Так что, осознать вот это свое неодиночество. Ну, и опять же, весь альбом комплекс, в основном призывает к саморефлексии, что есть, как бы, очень здорово. Что дальше там было? Сейчас я даже открою себе, чтобы это как-то более внятно описывать. Потому что, если вы не смотрели, да, там, ну, то есть, очень тяжело это описывать, потому что это бардак, это хаос, это прям сплошной набор ассоциаций, которые ты можешь съесть и не вкуривать вообще ни хера. То есть, я его начал смотреть вечером, понял, что у меня мозгов просто не хватает, я выключил утром, стал пересматривать, потому что надо это на свежую голову как-то сидеть, очень осознанно делать. Да, по сюжету дальше. По сюжету дальше, как раз там история с его, так понял, женой, на которой он, на которой он, что удивительно, женился, вот, и которая ему через некоторое время начала изменять. Он это выяснил, как там, ну, через звонок по телефону, там, причем, еще какие-то старые телефоны, типа, вот, оператор, я так понял, с ним говорит, типа, ой, мы слышим голос какого-то мужчины, причем там голоса никакого мужчины, по-моему, не было вообще в этот момент. Ну, мне кажется, он просто обезличен в этот момент. Ну, может быть, да, действительно, что это какой-то некий абстрактный, вот, мужчина, который, который изменяется его женой, точнее, с которым жена его изменяет. И это, опять-таки, добавляет вот этих вот самых, вот, кирпичиков в его стену, там даже начинается вот этот вот эпизод мультипликационный, где показано, что вот стена, она вообще построена не просто из кирпичей, а из каких-то вещей, причем довольно таких, ну, дорогих, то есть там из машины, из какого-то, по тем временам, крутого аудиопроигрывателя и так далее, из всех таких вот дорогих вещей. Опять же, тема вещизма, консумеризма, вот этого всего. Да, то есть, как я понял этот момент, что он уже, видимо, был тогда каким-то вот этим вот популярным, ну, популярным, известным исполнителем, и он вот эту вот дыру в себе, вот эту вот стену попробовал забить какой-то дороговизной, роскошью, то есть попытка заглушить горе, которое ему изменившая жена подарила, ну, действительно там, знаешь, напиться там или купить там себе что-то дорогое и так далее, вот он из этих вещей начинал строить себе стену. Причем, это подчеркивается еще, когда девочка, он узнает, что жена ему изменила, идет, клеит рандомную бабу, приводит ее к себе и ничего с ней не хочет делать, потому что, как бы, сил нету. Но девочка ходит такая, да, я закончу ей, скажешь, такая ходит, типа, ни хера себе, какая у тебя богатая квартира, она в три раза больше, чем моя, там, какие дорогие вещи, какой туалет, вот, это все в продолжении вот того же, той же анимационной вставки. Да, но при этом я не совсем понял, че он так убивается по жене, когда он ее игнорировал. Тупо вот он, она, наверное, поэтому ему ее изменила, потому что она приходит, такая, привет, а ты там? А он сидит на пианинке, играет, и только посмотрел на нее и дальше играть. Ну, насколько, во-первых, где-то я нашел фразу, что в этот момент он обдолбанный, то есть где-то я нашел трактовку, что он обдолбанный ее не узнает, но это неважно, потому что... А что, это оправдание, что ли? то есть... погоди, в любом случае, так или иначе, показывает, что он находится в одном и том же состоянии долго. Это системный кризис, с которого он не знает выхода. Ну, то есть, как бы, и... Ну, если ты не знаешь, как это работает, то ты счастливый человек, но даже если тебе женщина нахер не нужна, а потом она начинает тебе изменять, ты такой, вау! Вау-ва-ва-ва! Это что началось? И она тебе резко становится нужна. то есть... Ну, это из разряда, что имеем, не храним, потеряем, Да, 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 Это как работает, действительно, это очень сильно может на мозги надавить, если даже сильно нелюбимая женщина тебе изменяет, это просто кошмар сразу. Так что, тут как бы, да. Ну, опять, мимо меня, извините. Но, да, не могу на эту тему рефлексировать. Интересно, когда вот попадется фильм, с которого Солд будет прям рефлексировать и рыдать? Когда? Я прям вот снулся. Были уже такие, мне она очень нравится, ну, которую мы смотрели с Хокином Фениксом. Окей, Окей, ладно. Там Йоханссон клевая, потому что ее не было в кадре. Может быть. Айсерай спрашивается, может надо было не долбаться некоторое время, и кризис бы прошел. Не долбаться же, следствие опять же. Это все следствие. То есть, проблемы начинаются с самого детства, когда его отец бросил. Не бросил только он. Ну, да. До него бросили, я бы сказал. Бомбу с бомбардировщика. Да, 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 хорошо. Вот, и, кстати, примерно в этот момент, после как раз, по-моему, того, как он громит квартиру, или когда ему жена изменяется, случается чуть ли, по-моему, не лучшая анимационная вставка в истории кино с цветками. Господи, как это охерительно вообще. Я сижу, у меня прям лицо раздуло, глаза заняли половину лица, когда я это видел. Я прям так залип, потому что там, значит, пестики-тычинки. Причем, опять же, ассоциативно, это так точно выстроено, что там одновременно в цветке, как бы, ну, скажем, это вот весь фрейдизм, который можно было вообще взять, они весь засунули, потому что изначально там отношения какие-то такие, он прильнул к этому цветку, такое что-то мантеринское есть, потом, значит, отошел, что-то подвозбудился, цветок напугался, потом, то есть там и жена, и мать, и влечение, и вот все-все-все вот замешали в этой вставке. Я просто сижу такой, настолько это феноменально выражено, я охерел, очень здорово. Там потом, когда он входит, там ноги какие-то появляются из лепестков, и ой, ну, это видимо. Ну, там, да, там очень круто, это, конечно, аниматор. Очень все здорово. Да, аниматор, имя у него есть, но я его забыл, потому что знать не знаю, откуда он, но все, что нарисовано в Pink Floyd The Wall, это феноменально вообще. Это совершенно круто. Вот. Что еще? Ну, собственно, после того, как он прогоняет, прогоняет девушку, или она сама там убегает, вот, он, по-моему, окончательно начинает погружаться в себя, там довольно такой долгий лиричный момент, где вот он там ребенком опять-таки ходит по всяким окопам разрушенным, ну, не знаю, видимо, вспоминает как-то свое пустое детство, потому что никого нету вот в этих вот окопах, и он находит себя сидящим на телевизоре, то есть приходит к текущей точке. Там, причем, знаешь, там не как бы не у телевизора, там сначала он находит себя в психушке какой-то, в больничной палате, такая встреча, а потом только он подходит к телевизору, ну, то есть, опять же, вот подход к телевизору, это вещь, когда, это очень крутая тема, опять же, с точки зрения, в револьвере я пытался это описать, то есть, это есть во многих философских системах, когда есть у вас некий ты нынешний, да, который обременен всеми этими кирпичами, и есть некий ты первородный, который ничем не обременен, который абсолютно стерилен, который, ну, вот, вот эта сцена, она это и символизирует, что есть как бы ты, как вот некая абстрактная душа, сознание чистое, и сознание уже захламленное, и нужно как-то наладить взаимодействие между этими двумя своими ипостасями, почему там в фильме «Клетка», я не знаю, с Дженнифер Лопес, там ребенок в голове маньяка бегает, это вот как бы все элементы вот одного и того же, и вот этот ребенок пытается как-то это разгрести вместе с сцены. Да, ну и в итоге приходит как раз к вот этой вот сцене, когда он себя начинает, не знаю, ну, видимо, он сильнее начинает заходить вот эту медикаментозную кому какую-то, в которую наркотики привели, и он меняется в зависимости от этого, то есть он вот как раз начинает больше подходить, ну, походить на диктатора, то есть там какая-то агрессия в нем внутренняя проявляется, вот эта вот скрытая агрессия, скрытая гнева. Сцена превращения в диктатора, еще раз пиши, там же такое вообще просто аааааа, ну да, там говно, говно, говно. Не, погоди, это еще дот, погоди, я не ту немножко сцену имею, я про ту, где он бреет, ну, бриться начинает. Сцена превращения в диктатор, чуть позже как раз, потому что в тот момент, когда вот он как раз полностью погружается в себя, он как раз впадает в эту вот максимальную медикаментозную кому, из которой его пытаются вытащить ну там всякие его помощники, ну не по группе, а вот всякие там менеджеры и прочее такое. Врача там при этом приводят. И как раз это символизирует то, что он достроил эту стену, потому что там уже момент, когда вот он стоит перед этой стеной, пытается сквозь нее пробиться, и у него не получается. Да, 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 да. Максимально изолировался, максимально ушел в себя, можно сказать. Но его вот снова пробудили, от этого. И он прям начинает орать, из него начинает выходить вот этот гнев. Попытка прорваться внутрь его стены как раз порождает гнев. И тогда вот он начинает превращаться в диктатора. В этот момент. Да, да, хорошо. И это превращение, это как бы он идет, он покрывается какой-то вязкой жижей, говном, грязью, которая потом сдергивает себя, и там уже такой Адольф, значит, сидит лысый. Это да. И после этого начинается вставка про этот, про тотальный контроль, и какая-то вообще иная реальность абсолютно, в которой, ну, как я уже сказал, которая спроецирована вот с концертов, когда, возможно, зрителям это прикольное шоу, но для самого исполнителя, вот с точки зрения Пин Флойд, это прям такой нацистский... Этот, кто? Нацистский перформант, господи, где все, где все как... Не, это про любое такое, думаю, выступление можно сказать, потому что возьми, помнишь момент нашей первой сходки на Игромире, когда там ты мне сказал крикни, типа... даже самая реакция просто в меньшем масштабе разумеется но тем не менее вот да и собственно после этого огромного блока он действительно очень большой на мой взгляд излишне большой но социально все-таки важный и но если с точки зрения такой все пытаться быть всеобъеблющим после этого блока происходит такое типа примирение с собой потому что после концерта главный герой обдолбанный сидит в толчке обсасывает свои пальцы и как это ну как бы да и как это трактуют ну наверное справедливо трактуют я не совсем не сам это понял он проводит мысленный суд над самим собой и вот финальный эпизод это как бы его раз но он сам себе судья он сам все он вызывает своих обидчиков которых перечисляет буквально по пальцам каждый кирпич да он начинает с ними как-то разруливать ситуацию и в конце он приходит к тому что ну а анимационная вставка заканчивается тем что он голый остается сидеть внутри круглой стены потом кадр выстраивается на эту стену и вот здесь меня пробрало вообще то есть я уже сидел под очень большим впечатлением меня уже так потряхивала немножко я вот сижу и этот кадр длится секунд наверное грёбаных 20 я сижу я прям с такой надежды на эту стену смотрю я прям ну пожалуйста то есть ну как бы как бы возможно хэппи энд это по голливудски но мне вот в тот момент меня действительно фильм расшатал до такого эмоционального катарсиса мне прям нужно было я бы прям не справился если бы стену в итоге не прорвало это это тянется тянется тянет и все таки и ломает я такой вот блин я прям а я чуть не обосрался честно говоря потому что это было неожиданно ну то есть я этого ожидал но там как-то звук был слишком резкий и я немножко сигнал но там как бы да там вообще не было как у меня там нет смотри там создается такое впечатление очень круто действительно что вот а пар пробьет он или не пробьет то есть это вот самый момент такого отходника у него да вот от всего вот этого гнева да вот этот попытка и вот тут как бы ну то стоит задуматься вообще человек насколько он ну я не знаю вольный невольный насколько вот он может преодолеть вот все вот эти вот накопившиеся страхи какие-то комплексы вот эти вот люди которые создавали у него вот все вот эти проблемы насколько он сможет понять эти ситуации как-то ну выйти из них поэтому там действительно нужна была такая очень длинная вставка просто стены потому что нам непонятно насколько он все-таки может идти дальше как человек не запираться в себе и когда она прорывается действительно так ну фух слава богу потому что ну нагнетают там довольно сильно причем по моему если я не путаю мне показалось что там вот когда стена начинает рушиться там крик и что-то очень похоже на бомбежку то есть вот из-за чего стена построилась тем она как бы вот последняя что как ну первый кирпич он а прости переведу 30 секунд стену показывают перед тем как она не лопнет 30 секунд просто кирпичи это прям напрягает до бомбежка да вот поэтому я чуть и не обделался но типичная моя проблема просмотра фильмов я не сопереживал этому мудаку мне было плевать взорвет он в конце сцену или нет но и тут мы с тобой находим у меня знаете какой для вас вопрос на самом деле ну солом все понятно как бы а васян ты титры до конца досмотрел нет сожалению не досмотрел там вроде что играла но там помню субтитры на это прервались и я чуть не нет нет просто вопрос такой потому что когда я смотрел для меня абсолютно вот абсолютно невозможными немыслимым казалось выключить титры потому что как бы окей нам показывают последним кадром как дети дети конечно же начинают на обломках стены что-то собирать какие-то кирпичи класс какие-то маленькие вагончики там еще что-то бульдозер какие-то игрушечные это ладно но потом начинаются титры и на титрах начинается песня и начинают петь продолжать вот я уже даже не помню о чем конкретно эта песня но для меня абсолютно психологически невозможно стало выключить потому что я сел такой я думаю блин если человек садится смотреть the wall и когда начинаются титры выключает он наверно ни хера не понял или не прочувствовал или что еще потому что как бы но альбом то продолжается титры идут на содержание это продолжает идти мелодическое содержание текстовое и все остальное и последняя фраза она закольцовывается с первой фразой это изначально замысел всего альбома то ли это место откуда мы все пришли а это пара звучит понятно почему потому что смотри там же получается что он ломает стену да и дети начинают ну как там словно играться на этой стене то есть как будто вы знаешь человек под стирает все свое прошлое пытается начать с чистого листа но получится ли они начать с чистого листа и не построит ли он в итоге новую стену непонятно и возможно ему придется по второму кругу переходить через все эти события поэтому он дал мне рабочий вариант вполне рабочий да вот мы короче говоря погоди ты титры смотрел прям вот эти плывущие потому что детей я видел да 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 титры плывущими сам они прям до самого конца пока все не доползло пока последняя нота не сыграла я абсолютно считал неподходимо невозможным для себя вы не я не смог выключить ароман давнего я вспомнил неоновый демон не смог выключить там титры красивые и там поет сия и блин я не могу охерительная песня я не знаю почему и не номинировали она даже нигде там близко не было к оскару но блин божественная песня но это да вот короче и в чем вопрос который поставил изначально окей у нас есть сюжет у нас есть сюжет про как автобиографичный про конкретного человека и вот здесь как раз я есть такая клёвая фраза которая мне очень понравилась не знаю откуда я выхватил но где-то была не моя гениальное произведение это то которое умудряется личный человеческий конкретный опыт передать так что это становится универсальным для любого живого человеческого существа и вот тогда произведение становится гениальным когда нарезонирует буквально вот во всем и с этой задачей на мой взгляд пинг-флой справляется отлично потому что он прекрасно передает и конкретную историю и какие-то личные нюансы типа там дохлой крысы там вот этого всего то есть прям такие баечки личные но которые все равно находят отклик внутри и это все складывается именно в абсолютно хаотичную но абсолютно эмоционально понятную картину и логически понятную картину и вообще ну то есть как говорит статистика на самом деле этого фильма двух из трех людей этот фильм заденет ребят это вы ну да неплохо не выключился я отвалился я не сам это вот скайп микрофончик выключил да и то есть на мой взгляд самое клевое в пинг-флой 2 что там такое количество контента вот настолько и количество пересечений всего остального что можно посмотреть мне кажется фильм раз десять и раз за разом находить что новое например образ молотка до молоток как оружие которое забивает как которая бьет такое тупое абсолютно не ну то есть это он постоянно мелькает на протяжении фильма как его используют можно смотреть опять же там всякие эти эротические вставки анимационные вставки вообще пересматривай миллион раз каждый раз что новое находи очень круто я в невероятном восторге 10 из 10 о господи смотреть буду каждый год по два раза ну я скажу 8 из 10 но смотрел уже несколько раз то есть я смотрел его давно когда вообще не понимал о чем там речь идет ну потому что как ты смотришь что вообще где 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 вне история за которой я должен как бы зацепиться вот сейчас уже как-то можно так более осознанно посмотреть естественно там что-то где-то почитать потому что ну всегда можно что-то не досмотреть что-то не понять но действительно получилось очень мощно чисто вот эти вот визуальные образы они мне кажется правильно дополняют музыку потому что без них вот например для меня бы без них эффект не был бы достигнут без визуальных образов чисто альбом если я послушал я действительно уснуть можно под него если едешь но у меня в целом мне понравилась задумка мне понравилась ее реализация но вот музыка просто не моя поэтому я не могу ее эмоционально воспринимать она меня не цепляет так как по идее должна цеплять от суши дроунс дроунс не слушал ты мюз не слушал ну мюз немножко ну ладно окей просто ну я вот люблю несколько другую музыку поэтому я говорю я копался в тексте а он такой философский я философию не очень люблю но это не трудно догадаться даешь быдло там такая философия она с общей школьной философии имеет ну такие не ну понятно но как бы я не знаю короче группа не моя а произведение прикол я понимаю почему она вам понравилась я понимаю почему она должно нравиться людям но просто вот меня нет я эмоциональный импотент все я считаю что вот для этого фильма это нормальное оправдание в моем лице так что они смотрите но знаете что если если вы не фанаты то может быть непонятно сложно и не интересно скажем так метит на высказывание какое-то может быть непонятным скучным и так далее потому что тут надо понять когда голову включать в каких фильмах да ну что у меня все погоди у тебя картиночки у тебя все артиночки точняк просто на самом деле огромная проблема в том что пинг-флойд работают именно на ассоциациях на монтажных склейках и вот просто по картинкам это типа такое очень с большим трудом я нашел какие-то такие кадры какие-то 1 давай это момент с учителем причем заметьте как бы как как тени то выставлены не охерительные мало потому что мало того что они сами по себе гротескные так еще и над фактическим учителем клетка из стула такая вот за которая очень сильно его сжимает видите ему просто не миллиметра не вперед не запомнил при этом при этом димон смотри такое ощущение что они на весах сидят тени посередине тень посередине весы они как бы с двух сторон не могу найти смысла в этой метафоре ну я хреново я не помню на самом деле этот момент это когда вы на унидовую кейшин это когда он отрывается мировым как начинается сам припев уже этот момент когда говорят что тебя дома ждет жена которая там тебя и так далее строить вот окей то есть как бы тени окей это очень такой вычурный визуальный образ он есть следующий момент который мне дик понравился он отлично мне кажется передает психологическое состояние героя он лежит на деревяшке причем в динамике он на нее ложится и ты как бы это можешь даже не заметить но он реально ложится мимо подушки на деревянный подлокотник и как бы не реагирует на это никак это прям такая кайфуша плюс обратите внимание что работа опять же с интерьером здесь колоссальная колоссальную роль играет и без этих бутылок всех без засранных кошельков там ну вообще без грязной цветовой гаммы не было бы ощущения то есть цвет и вещи в кадре роляю следующий кадр очень много в фильме голландского угла прям до хрена в каждой непонятной в любой непонятной ситуации горизонт заваливается что показать как герою такое у по голове дают но и опять же гротескные тени которые все это дело наигрывают следующем кадре мне понравилось знаете что мне понравилась линия прожектор стоит ровно слева который ровно по углу его ног из-за этого уходит прямая линия от него в стену видите прям такая вот и он лодочка и вот в этом как раз я но 99 процентов уверен что угла подобран специально и в этом как раз смысл димон говорят датский угол а не голландский я просто запутался датский угол кстати вот он кстати вот он на следующем кадре просто чтобы был следующий кадр это то о чем я говорил это репрезентация ощущение членов группы то есть когда мы смотрим на нацистские вот эти митинги со стороны сцены мы видим вот именно это это реально рок-концерт чем с рядом как он приется нет следующий линговаривки голландский чё за тюрьма определитесь дания нидерланды какая разница вот лексинар правильно говорит мне кажется вот так и так называется может быть ясной норвежский синдром он называется датч энгл это точно вот википедия говорит голландский так что дима был прав чатик не про 1 0 в пользу димана он датч просто поэтому может быть и данский не важно моется это я сказал просто еще один датс голландский угол резко перескочил и вот после этого это как раз репрезентация как я сказал рок-концерта потому что но здесь реально вот если вы хоть раз стояли на сцене на какой-нибудь более-менее приличной сцене это реально так и выглядит ты выглядишь вот очень смешная на эту тему вещь если вы в театр ходите и одеваете пиджак ха 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 ни хера не видно актеры вообще не знают в чем вы там сидите им глубоко насрать а ты думаешь одевают для актеров в пиджак я думаю чтобы нет но тут как бы никто у некоторых логика такая есть на самом деле что одеваются как бы из уважения к актерам все дело не да я как человек который в театральной студии занимался четыре года который даже в некоторых спектаклях участвовал могу это подтвердить зал ты ни хрена вообще не видишь тебе нет нет нету времени смотреть в зал вот так вот полноценно вглядываться в людей тени до этого абсолютно да в том числе но в общем так это последний кадр но спинк флойд надо смотреть просто смол это очень динамичная штука вот вот да фух вроде вроде бы даже смотри не так вы даже не посрались вообще нормально не не посрались мы уже от репетировали все видите то есть я такой сразу вот пацаны как бы я в своем мире соло такой а я импотент а вася такой а мне норм все от репетированные кинологи ну что давай заглушку ох да давай заглушку и перейдем к нашей финальной дурак где мои заглушки потерял все заглушки вообще ой беда нет все нашел вопросы вот все заглушки все прошли пока что у нас я смотрю в топчики цельнометаллической оболочкой комната она буквально нас соточку на соточку впереди города зеро ну и в целом там есть еще некоторые фильм город зеро получше комнаты давайте давайте город зеро все таки как бы ну не хочется такая хороший умный эфир провели комнату там нам в кадре короче покажешь там освещение там прожекторы голландские штурвалы где там короче их крутятся и все такое где женщина в пупок трахают все покажем но а пока ваши вопросы ты можешь напомнить пока что еще про про патрион я напомню в конце вопросов значит значит как вы считаете почему вышло так что на фильм призрак доспехах мало кто пошел и он не смог заинтересовать большое количество людей я свою теорию высказал как у вас я до сегодняшнего дня не думал что на него мало кто пойдет потому что ну фанат фанатами а трейлеры довольно сочные но видимо видимо не сыграли вот мне действительно непонятно эта проблема вот какого-то футуристического киберпанка потому что это мы узнаем только когда бегущий по лезвию новый выйдет я думаю но вот для меня они все-таки немного загадка почему провалился потому что ну фанат фанатами все все просто возможные критики говнили трансформеров но при этом фильм собрал кассу понятно даже там продолжение но все равно ну поэтому при этом тихоокеанский рубеж не собрал хотя кому я смотрю на первый трейлер у него 24 миллиона просмотров то есть это нормально рекламная кампания какая-то было лайков 154 тысячи на 20 тысяч дислайков ну тоже нормальное соотношение чё не так непонятно но вот до народ почему-то не ходит не за может может на самом деле йоханссон не такая клёвая как как многие думают как бы как маркетологи пытаются выставить да блин я опять отвалился вот ну короче да не очень понятно и и следующий момент вы посмотрели кучу довольно специфических фильмов но один почему-то даже не упоминали вы не слышали о сало и 120 дней содома господа вы слышали о фильме слышал только от тебя да я смотрел обзор а я смотрел сало я не знаю если вам удастся найти фильм кроме этого какого розового фламинго какой-нибудь супер год супер говнарский фильм который я не смотрел я вас зауважаю потому что я в свое время перепахал это поле пропустил через себя хорошо кирилл и войлов задает нам великолепный вопрос испанский стыд мешает смотреть фильмы что делать таксиста выключил на середине потому что стало стыдно за то что он женщину в порно-кинотеатр привел не даст реально вообще проблема я не могу я останавливаю фильм просто я прям серед я вот поэтому не могу смотреть знаешь всякий вот голос всякую минуту славы все вот это вот потому что в какой-то момент я испытаю стыд там и открытый микрофон не смотришь нет я смотрю только просто стендап без открытого микрофона ну ты вот мы с ленкой смотрим у нас постоянно такая макс будем смотреть стендап я такой здорового человека или курильщика потому что открытый микрофон это тоже курильщик и потому что да там есть испанский стыд но как бы мне мне тоже с этим проблемой в кино когда этот момент наставит пауза так я знаю что сейчас будет давать две минуты промотаем этот кусочек ну так а когда ты в кинотеатре просто вообще теряюсь не знаю пытаюсь на что-то отвлечься ну то есть когда прям совсем такой стыд подбегает через вот я помню момент когда впервые пошел на пилу на это было третье пила что что забавно мы с другом и вот он моментом отрубания найдем сетку примут голая нормально но когда испанский стыд я вот так вот сижу с головой в руке ребят не мое вот что еще как думаете почему сначала восьмидесятых никто из мира кино так и не взял на вооружение визуализировать успешные музыкальные альбомы на манер стены ну мне кажется это не очень популярно то есть ну вот мюзикл джазела зашел но тоже жанр как-то он выдает там я не знаю по одному громкому фильму в год и и все и даже не неизвестно собирает ли он вообще что-нибудь вот я чё могу сказать по-моему по-моему ты ж не ела на себе сколько собрал land сколько 436 лямов по всему миру при бюджете в 30 хорошо сейчас соображу по-моему по-моему beyonce выпусти и и и и до бенз выпустил выпустил недавно тоже такой типа визуализированный альбом а момент в том что на мой взгляд как это правильно сейчас сформулировать интеллектуальная ценность песни и музыки как таковой просто очень сильно упала если то есть почему сейчас нет таких культовых 2 невероятных групп и которых все бы балдели типа queen типа битлз пинк флойд которые были бы прям такими явлениями того же масштаба потому что к музыке стали относиться по другому музыка растиражировалась мужика музыка ходит через itunes и очень ну культурный сильный сдвиг произошел поэтому по моему просто это не релевантно но мне кажется так но вполне вероятно потому что сейчас кино то тоже уже начинает смещаться потому что все в принципе могут снимать то есть если там еще лет 30 назад говорили ой да дайте мне камеру я сниму то сейчас чувак на камеру снимай может быть да но чё-то много спилбергов пока не появилось и хичков окей а вот алекс пак спрашивает почему идет возрождение жанра жанра киберпанк потому что все по кругу идет ну то есть по спирали все потому что зомби надоели да то есть она вот так вот всегда и развивается потому что когда какой-то жанр перенасыщается вспоминают какой-то который забыли так например стало вот с космическими фильмами потому что был момент когда космический фильм просто перестали выпускать про космос да я помню тогда до года были где-то ну типа плюс-минус нулевых ну да где-то вот конец конец 90-х я сказал начало нулевых где-то вот так вот нет я про другой период сейчас говорю я говорю про сейчас скажу какой год конкретно 2009 то есть конец нулевых в смысле вот 8 7 8 9 10 там не было космических фильмов я точно помню потому что я на пандорум бежал сломя вообще все а пандорум это было что-то новенькое 3d сортный какой-то просто космич просто потому что хоть что-то на космическом корабле происходит я прямо ломанулся на пандорум тогда помню очень большой был кредит но сейчас да сейчас возрождается и тоже хоть момент я думаю завянет потому что начинают появляться всякие пассажиры начинают появляться вот это вот живое и которое уже такое ну ну так серединка наполовин да ритли скотт что-то не знаю сделает в этот раз не сделать во второй более ну судя по тому что у него главные герои шлем снимают через пять минут после выхода фильма неважно каким будет фильм засрут все равно по тем же потому что сама при ну да хотя мне кажется шлем да хрен с ним со шлемом с этим по-моему шлем не спас в первом чужом не на самом деле у меня был очень прикольный очень прикольный разговор с биологом который защитил защищает кандидатскую и докторскую сейчас вот он такой говорит ридли скотт это человек который никогда ни разу в жизни не общался с биологами потому что по мнению ридли скотта биолог это вот уси-пуси змейка а на самом деле биолог это как это выходишь с космического корабля тебе голос говорит здесь чистый кислород а ты такой хер период инициации грибка в своем теле может достигать тридцати лет вот через 30 лет я может быть сниму этот шлем когда вы не передохните то есть как бы биолог наоборот самый должен быть паникеристический но тут же прекрасно понятно что это сделано для того чтобы блин все в шлемах дебильных не ходили особенно если много времени наружу происходит это все понятно но шутка смешная но это я помню как там чувак какое-то вычисление из марсианин даже близко он не получит столько воды из такого количества и так далее да 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 вот такой вопрос эверест и все шапки без шапок ходят ну такой ты камон это вершина эвереста почему вы без шапок не ну слушай с эверестом это такая себе ситуация потому что днем то там вполне может печь как не знаю что ты же ближе к солнцу да ты чё и от снега плюс отражает ну то есть блин на горнолыжных курортах там охереть не встать пароль горнолыжный курорт он не на восьми тысячах нет ну не на восьми на там не знаю ровный недостаточно для дыхания нормального а ты тут не про шапки не ну хрен его знает я я я не утверждаю но просто в целом в любом случае они потом замерзли значит их шапка должна была быть с собой хрен они не надели когда начали замерзать так что дело такое не а замерзли они ночью ну почему не надели ну вот тут уже мама не говорила шапку с собой брать на верес значит вопрос есть такой вы сделаете календарь релизов по фильмам нет следующий вопрос в чем кинологи видят миссию и смысл кинематографа как феномена это суть развлечения это мощный инструмент передачи личного опыта некая игра для упражнения в отсылках и эстетике формы или максимально пространно способ описания мира как любое искусство блин чувак это бизнес а по моему everything you just said все вообще это может быть потому что есть кино и такое и такое и такое и такое как-то делать какой-то определенный конкретный выставлять правильным я считаю некорректно будет типа а игры это развлечение тоже или высказывание вот есть потому что call of duty а есть там какой-нибудь инсайд или еще очень такой нельзя же сказать что это понятно что действительно все это бизнес в итоге так или иначе ну кроме но тем не менее есть независимые фильмы например которые снимаются там и выпускаются в свободный какой-то доступ есть также там и игры например которые делаются энтузиастами вытаскиваются бесплатно в интернет поэтому это у нас оленька подвинула город зверо давай ура друзья а значит вопрос на самом деле последний вопрос остался не могу не проигнорировать его как вы считаете нужно ли задавать глупые вопросы потому что вот с детства учат не задавайте глупых вопросов и не получите глупых ответов а возможно глупый вопрос самый правильный философский вопрос все знаешь это как с врачами которые половина говорит что типа если только себя почувствовали плохо бежать и сразу и не затягивать а другие говорят какого хера к нам приходят с соплями и совсем таким отвлекают от нормальных дел никогда не знаешь какой вопрос твой глупая кажется или нет поэтому задавать можно вопрос может быть глупым ваш вопрос не был тупым я считаю потому что вот можно задать тупой вопрос и вот их не надо задавать а глупый не всегда поймешь что глупый он или нет справедливо ну чё патреон объявим объявим до отбивки или после решать после чтоб ничего не изменилось в топе хорошо погнали тогда от пивочку ставки сделаны ставок больше нет пожалуйста ура кто победил на первом месте у нас цель на металлическая оболочка а на втором город зеро отлично и на этом мы вроде все сказали на все вопросы ответили и поэтому друзья мы вам напоминаем мы пытаемся расширить влияние кинологов в этой вселенной и сформировать некое крутое комьюнити в связи с чем мы запустили компанию на патреон это отдельная страничка где вы можете стать продюсером нашего шоу на некой ежемесячной основе за некие я настаиваю максимально символические деньги мы специально не стали делать никаких сложных ревордов это позволит нам делать дополнительный выпуск в месяц это позволит вам видеть наши мысли в более регулярном свете потому что мы будем постить специальную ленту со смешнявками обзорами и всем прочим и городцы ты не успел поздно мы внесем это но комната перелетает на следующий эфир до очередь и в патреон вы увидите спойлер зон где мы обсуждаем фильмы со всеми спойлерами как если бы обсуждали с вами выйдя прямо из кино в общем дальше патреон если он выстрелит и если мы соберем нужный нам минимум хотя бы какой-то то все будет прекрасно и мы продолжим делать его еще активнее это ник у них никак не скажется на выпуске нынешнего контента это дополнительная история которую мы хотим делать вот того что то есть те кто там мы говорят уже что мы обнаглели это ребят это этого этого не будет если ну как бы нас не будут поддерживать потому что у нас есть свое время которое мы на это дело тратим и собственно поэтому она и она и запущен таким образом да то есть не думайте что мы распиливаем контент мы его допиливаем исключительно допиливаем это не так вот мы бы мы бы об этом сказали но мы выпилили это из эфира а потом только да это именно мы доделываем то есть еще давай еще чё-нибудь сказать давай еще от про это поговорим такие дела такие дела спасибо вам что смотрели заходите и чатик бунтует на самом деле насчет комнат все коленьки где бы она ни было да как бы фильмы долго были вместе рядышком и любой мог докинуть и туда и туда но как бы все друзья до связи огромное всем спасибо и до встречи на стоп гейм пока пока кино логи